Саш, ты готов? Да. 1, 2, 3, 4 Начинаем готовить. Очень громко было. Потерял хватку на тумблерах. Ну, блин, столько времени-то прошло уже. Пришлось сделать вынужденный перерыв. Длительный. Месячный. Ну, надо же сходить в отпуск отдохнуть. А я всегда думал, что у вас это записано. А кто это? Я тоже не понял. Кто это? Здравствуйте, молодой человек. Всем привет. Ты кто? Меня зовут Саша. Я сегодня выносил мусор. И Витя меня сказал, хочешь поучаствовать в записи? Я сказал, давай. Теперь все узнали критерии отбора гостей в шоу. Поймать на мусорке. Витю, который колупается, видимо. Витя, радиолюбитель собирает старые радиодетали. Ну, введем же радио, подкаст. О, да. В FM диапазоне. В MP3 и в AV. Катя, помнишь, основной консерн по поводу монтажа был? То, что слишком большой объем. Пережимаем в 96 килобит. И делаем моно. Это тебе, поскольку ты на монтаже. А, Саша нас монтажит. Я опять забыл. Может, на УКВ просто перейдем? На УКВ? Да. Ультракороткие волны. Нормально. Ну и все. Ладно, давай вернемся к нашему гостю. Саша Довнер. Саша был презентером на последнем DevOps Минске. Рассказывал про Terraform. Я, когда его в этот раз звал, хотел предложить ему идею. А давай-ка ты, Саша, нам расскажешь что-нибудь такое жесткое по Terraform. Ведь, Саша, ты же знаешь только Terraform, правильно? Да, в основном еще HCL. Достаточно в хорошем уровне. Я думал HTML. HTML тоже знаю. Как язык программирования, подожди. Ну, это D в части. Ну, кстати, HTML хороший язык программирования. Очень хороший. Шикарный. Нейросети тоже на нем пишешь, да? Ну, мы решили сделать по-другому. Дорогие слушатели, я думаю, что когда наш подкаст будет уже в онлайне, подожди, я хочу закончить мысль. Вы узнаете о том, что мы запускаем, скажем так, двухнедельный период Terraform в нашем чате Киди Вопс Минск. Саша любезно подготовил вопросы, квизы, подготовил материалы полезные. И в течение двух недель мы будем с вами шарить эту информацию, задавать вам вопросы. И если какие-то вопросы вам будут непонятны, я думаю, через две недели мы опять позовем Сашу на наш подкаст. И уже глубоко пройдемся по каждому. И вопросу, и ссылкам, и поговорим об опыте, и в 13-м Terraform, и выхода релиза 1.0, и так далее. Вышла 14-я бета уже, кстати. Альф, точнее. Ты меня уже напугал. Вроде там месяц назад только 13-ю зарелизили, а уже бету 14-ю. Ну, вы не забывайте, что это не 13-14, а 0.13, 0.14. Да, поэтому я, Саша, задавал этот вопрос во время нашей трансляции. Кстати, очень интересный доклад был. Крайне рекомендую всем послушать. Особенно, если для вас слово TerraGrant очень незнакомо. Пожалуйста, добро пожаловать на наш YouTube-канал DevOps Minsk. И можно ознакомиться с творчеством Александра. И среди бесконечных видео наших митапов найти тот, который относится к Саше и к Terraform. Или открыть, собственно, сайт DevOps Minsk by, и там в разделе видео самое первое будет непосредственно. То, о чем говорил Витя. Так вот почему Саша взялся делать сайт, чтобы видео было самое первое. Ну, видимо, да. Я боюсь, что следующий, кто будет выступать, Саша все равно будет оставаться первым. Ротация будет происходить. Да, да, да. Все вниз опускаются, а Саша для кладца вверху. Ну, да. Интересно, конечно, было позвать специалистов по Terraform и не взять ни одной темы с Terraform связанной. Нет, ну подожди. Но мы затронули HashiCorp как минимум. Первая тема. HashiCorp анонсирует. Что, после первой темы Сашу можно отпустить? Нет, подожди. Мы же договорились. Саша нам рассказывает про Envoy и Nginx. А, хорошо. У тебя есть время подготовиться. Еще параллельно. Так, ну что, первая тема. Ну, кстати, мы будем анонсировать, о чем мы говорить будем? Давай не будем. Пускай будет загадка. Хорошо. Пусть люди слушают и думают, о чем мы все собираемся. Для тех, кто не прочитает в описании к видео. И не увидит таймлайны в YouTube. Да. Первая тема. HashiCorp анонсировала Linux репетиторий. Почему так поздно? Тринадцатая версия уже вышла. Четырнадцатая на подходе, они только анонсировали. А там Terraform'а нет. Тем более. Зачем тогда нужен? Ну вот кто-то будет разворачивать. Да, ну судя по инструментам, которые они туда добавляют со старта, да, то есть Vault, Console, Nomad, это больше ориентировано на тех, кто потребляет их стэк полностью для развертывания микросервисов, в частности в Nomad. Потому что много машин, много линуксовых хостов, куда все это надо накатить. Ну и с репозиторией это как бы официального надежнее и удобнее. Ну, обычно происходит. Но конкретно почему так поздно, вопрос очень хороший. Я думал, надежнее было бы со своего какого-нибудь артефактора или Nexus'а. Ты положил, знаешь, что он там доступен будет постоянно. Даже будет только внутри своей сети, например, не нужно доступ в интернет давать. Знаешь, версия стабильная, которая там будет лежать всегда. Ну, она же будет всегда не самая последняя. Мне кажется, тут имеет смысл рассказать о том, что во-первых, будет доступна только... Может, и не надо самая последняя. Но ты всегда должен идти в ногу со временем. И если у тебя появились какие-то security issues, например, не знаю, в том же Волте, вдруг нашли уязвимость. Ты сейчас не на собеседовании с крупной корпорацией, которая отстала. Ну, судя по тому, как ты перестал быть доступен последний месяц примерно. Я зашел в крупную корпорацию. Ты зашел, да, в крупную корпорацию. И застрял там. Давайте все-таки по деталям. Доступны будут только Debian RPM пакеты. Доступны будут только для Волта, Консула и Номада, как уже сказал Саша. И будут доступны обе версии, как Enterprise, так и Open Source. Вообще новости уже больше месяца. Ну, это потому что ты пропал месяц. Я пропал? Ну да, но не я же. И они такие решили, так, мы знаем, что он пропадет. Выпускаем новости. Вообще выпустили на мое день рождения, 24 июля. Ну, подарок сделали мне. Ну, да, да. Но ты же не знаешь ни одного хашикорповского продукта. Я спокойно с этим живу. Я предлагаю этим его зачморить сегодня. Не получится. Знание хашикорповских продуктов на самом деле это, ну, такое себе. Ну, то есть многие сейчас говорят, что Тераформ и хашикорп на самом деле в тренде. Но, с другой стороны, все больше и больше компаний, которые, условно, работают в пределах одного клауда, они все равно предпочитают использовать нативные инструменты, потому что они лучше интегрироваются. Но, ну, например, в Амазоне, да, то есть в Волт кто-то тащит в Амазон в очень редких случаях, потому что есть Secret Manager, есть параметр Store, который менее секьюрный, но тем не менее. И то же самое с консулом, то есть недавно Амазон все начал больше и больше вкидывать в развитие внутренних инструментов для сервис-меш появился, ап-меш появился достаточно недавно как отдельный сервис. Вот. Ну, Nomad, наверное, в облако не сильно тащит. Nomad, он больше используется на примесных расстройках. Подожди, я думаю, что Nomad там и там. Мы же помним про скейлинг. Ну, он может использоваться и там, и там. Ну, так как где-то поднимешь только виртуалок быстро, чтобы там развернуть миллионы контейнеров. Нет, ну подожди, но так или иначе виртуалки, такие железы должны запускаться, точнее, контейнеры должны запускаться на чем-то. Правильно? Они же не могут запускаться просто где-то там. На новой операционной системе ТВС? Ты прыгаешь между этими темами. Так я классно перехожу. Ну, давай. Между темами. Ну, подожди, давайте закончим. Потому что, во-первых, поддерживаются платформы только x86-64, md64. Ну, и, как я уже говорил, соответственно, персоны системы ТДБ, Бунту, Федора, Центус, Архел. Ну, и с последнего, то, что они говорят, что в максимально близкое время, в ближайшем будущем, они добавят, соответственно, поддержку как-то реформы. Волта. Ой, этого, Пакера. И третий там был. Вагран. Тераформ, на самом деле, они еще не анонсировали. Но это то, что очень люди ждут. Да, но они внизу потом в конце статьи написали там, что следующим этапом это будет выпуск последних еще трех их продуктов. Как на данный момент устанавливаются эти струны? Курл? Да. Ну, то есть все хошекорповские продукты, да, на самом деле. Вот Вагрант, я, честно говоря, не знаю, как сейчас. Раньше он был на Рубе. Я не знаю, переписали ли они его на год тоже или нет. Вот тут не скажу. Но все остальные продукты... Не подготовился вообще к выпуску, я считаю. Такого гостя звать больше не будем. Вот, значит. Правогрант. Ну да. Санкции штрафные. Ну-ну. Ну, а остальные это просто go binary, который скачивается для твоей операционной системы и ставится. Ну, то есть там что-то типа curl, slash, какой-нибудь bash и чего-нибудь. То есть теперь все deployment скрипты, которые были до этого, да, вот тебе строчку с curl нужно будет заменить на сначала добавление репозитория, а потом еще там apt или human install. По факту. Ну, репозитория официально не в любом случае как минимум безопаснее, да. То есть если условно ты скачивал раньше... А curl откуда был раньше? Curl был с каких-то веб-сайтов хешекорпа, но их нельзя дополнительно как репозитория защитить какими-то ключами. Как GPG, да, для репозиториев и так далее. То есть, ну, можно сказать, что это менее безопасно. Ну, относительно. Ну, там же все равно SSL. Ну, да, я согласен, что плюс дополнительные ключи в любом случае, так как плюс к моменту секьюрности. И, ну, раз так Максим решил перепрыгнуть, следующая тема — это новый дистрибутив, замена CoreOS от Amazon. Специалист по Amazon у нас Саша. — Не, я по Terraform. — А, ты по Terraform. Точно, ты что, ничего больше не знаешь, я же забыл. Максим? — Как специалист по АВСу. — Как специалист. — По всем. — По всем. — По всем и по ничем. — Bottle Rocket. — Bottle Rocket. Ну, по-моему, очень классная идея, но надо было бы уже пробивать эту тему. — Что за идея? Что за система? Как переводится Bottle Rocket? Что это значит? — Там как это написано? Ракеты на дымном порохе? — Да. — Очень интересный перевод. — Самодельные ракеты на дымном порохе. — Молодец, что ты добавил это в комментарии. Это очень важно для понимания того, что там происходит. — Ну, на самом деле, когда ты запускаешь такую операционную систему и название «самодельная ракета на дымном порохе», ну, если честно, как-то кажется, что что-то будет не так. — Она говорит о том, что не надо туда лезть. — А туда лезть невозможно. — Туда лезть невозможно, да. Вот в этом и смысл названия, наверное, был. — А почему туда лезть невозможно? — Потому что все закрыто. — Закрыто или нет? — Ну, оно как бы есть, но оно не включено. — Нет, Саша. — Не, ну я бы не сказал, что туда нельзя лезть. Скорее всего, туда можно лезть. — Но там нет админских тулов никаких. — Ну, там будет сэшн-менеджер. — Что там будет? — Сэшн-менеджер от Амазона, который позволит тебе заавторизироваться на машину? — Ты не сможешь заавторизироваться на машину. Ты можешь ей управлять через API. Да, действительно, есть такая штука. Ну и плюс ты можешь внутри персональной системы включить контейнер. То есть это штука для запуска контейнеров. Если тебе нужны административные ресурсы, ну, словно там поскучится как по SSH, ты включаешь админ контейнер и через него уже дальше все остальное делаешь. Уже в котором есть и SSH, все, что необходимо. — Наверное. — Нет, не наверное, а точно. Но они как бы говорят о том, что да. Но они как бы говорят о том, что есть служебный контейнер, который по умолчанию отключен. И он нужен для управления непосредственно самой операционной системой. — Он нужен для какого-то очень крупного дебаггинга. И в принципе они говорят, что этим стоит пользоваться очень редко. — Да, они как бы в целом утверждают о том, что эта вещь будет крайне редко использоваться, только если вот, да, действительно нужен какой-то такой дипдайв по дебаггингу. — В общем, система, которую выключили все ненужное, оставили только основной функционал, который необходим для запуска докер-контейнера. — В данный момент только докер. — Давайте как бы будем честными, да, это уже как бы не первая операционная система. Мы помним попытки от RedHut, CoreOS, точнее CoreOS. — Как вчера помню. — Самостоятельным был продуктом. Потом RedHut его купил и решил закорить. — И убил. — И убил, да, примерно так и было. — Чем эта штука будет отличаться? Есть ли у нее потенциал? Ну, ведь есть еще, вот, например, RancherOS, есть Project Atomic. Все они как бы, ну, на текущий момент их просто, ну, не слышно, не видно. Будет ли это, скажем так, каким-то отличием? — Ну, во-первых, это же не полностью закрытый продукт, да, то есть они паблишат это под Apache 2 лицензии. И, по сути, это как бы комьюнити-дривен дистрибутив, который будет очень сильно развиваться самим Амазоном. Потенциал, да, будет, потому что сейчас все ворклоуды, контейнеризированные в Амазоне, рануются в основном на Amazon Linux либо другом дистрибутиве. То есть есть возможность поставить их все агенты ECS и EKS на обычные там CentOS, Ubuntu, как ты хочешь. Но изначально в основном это Amazon 2 Linux, которые тоже, в принципе, поддерживаются Амазоном, но это как бы более классическая операционная система, основанная на Archel, как бы, да, то есть это тоже Archel-based, Archel-family операционная система. Есть ли потенциал? Да, потому что безопасность, да, в сервисах — это очень самый большой concern компаний, которые идут, в принципе, в ECS, в EKS. И даже я, когда один раз разворачивал EKS-кластер, там, по сути, что происходит? Там запускается какая-то лямбда, которая тебе все это делает. И ты, когда смотришь в аудит-логе своего кластера, который только-только поднялся, ты видишь, что лямбда запускает с каких-то других Amazon аккаунтов, что-то происходит там, и что-то потом происходит в твоем кластере. То есть на самом деле, ну, есть такое. В компании, которая очень сильно завязана безопасность, я думаю, что у них есть много concern. Хотя EKS тот же самый стандартизируется под все современные стандарты, которые возможны. И даже он пошел недавно в GovCloud. Это такой отдельные два региона в Амазоне, где максимально, ну, в основном живут компании государственные Соединенных Штатов Америки. И там очень высокие требования к безопасности в плане фидрамп и вот этих вот самых крутых штук. И, соответственно, там уже есть EKS, то есть он, в принципе, безопасный, но когда еще закроется операционная система, и там, в принципе, не надо будет ничего харденить как таковой, то это будет очень даже хорошим вариантом. Потому что мы на моем проекте тратили на харденинг системы для EKS условно, ну, не знаю, там 100 человек и часов, чтобы сделать автоматизацию, которая закроет все максимальные дырки, которые можно закрыть. Можешь пояснить? Ну, во-первых, из приколов здесь задам первый вопрос. Как их шифровывается EKS? Ластик Кубернетис Сервис. Ага, кстати, написано Enterprise Кубернетис Сервис. Ну, так, из приколов. Второй вопрос. Ты сказал про харденинг. Можешь чуть детальнее рассказать, что вы конкретно закрывали и почему ты считаешь, что здесь этого делать не потребуется? Ну, у нас на моем проекте были высокие требования к безопасности, да, с точки зрения операционной системы, в первую очередь, и софта, который на нее ставится, на Linux. Вот, поэтому у нас было принято решение использовать так называемый CS Benchmark Security. Это такой достаточно популярный фреймворк, где описаны все виды систем, приложений, как их закрывать, чтобы минимизировать векторы атаки, которые могут на нее воздействовать, и вскрытую систему в конечном итоге. То есть там, условно, где-то, ну, не знаю, больше ста пунктов конфигурационных в системе, которые есть изначальное состояние и есть желаемое. И тебе надо изначальное то, что поставляется в Linux, желаемое — это то, что тебе надо сделать. Я так понимаю, у тебя, условно, есть какой-то группой компаний или компания подготовлена на этот список, который ты должен, условно, выполнить. Да, да. То есть, ну, это подготавливается, я не знаю, честно говоря, кем. Я подразумеваю, что это какое-то сообщество людей, кто в безопасности крутится, и они вот готовят эти вот документы и паблишат их там раз в полгода, в год, или когда выходит какая-то новая версия того же кубернетиса, они выкидывают эту PDF-очку, и там вот все это описано в очень детальном формате, как проверить, что должно быть, чего быть не должно. И вот мы на моем проекте реализовывали на Ansible полностью вот по всему этому списку все конфигурационные вещи. Например, там запретить... Ты думаешь, что сейчас, если взять вот этот вот Bottle Rocket, там потребуется значительно меньше. Я правильно понимаю, что ты хочешь сказать? Да, да. Я думаю, что там даже практически ничего не надо будет. То есть в силу этой системы, конечно, нету идеальных систем, и, скорее всего, там какая-то конфигурация нужна быть. Например, не включать админ-контейнер просто, потому что зачем его включать в идеале. Но там нету таких вещей, как необходимость настройки фаервола, там нету таких вещей, как необходимость конфигурации, не знаю, каких-нибудь kernel параметров и так далее. Там это все, скорее всего, будет максимально оптимизировано на контейнеры и максимально безопасно. Тогда задавим себя по-другому, да? Вот смотри, был тот же CoreOS от RedHat. Вроде неплохой продукт был на самом деле. Почему его закрыли? Вроде как получается, что это решение той же проблемы. Потому что ты сейчас говоришь, да, удовлетворение, security, рулам, каким-то стандартам. Приходит Amazon и говорит, так, ребятки, мы сейчас запустим свою контейнер-бейст операционную систему. И, ну, из того, что я прочитал, да, я вижу, как бы ее возможный единственный успех, это только в интеграции с Amazon. То есть, как бы, саму этот BattleRocket можно, как они тут говорят, можно управлять через, вплоть через API, через гестировку, и будет достаточно хорошая интеграция со всеми этими сервисами остальными. Как RedHat поставлял свой CoreOS? Как Ubuntu поставляет? — Бесплатно можно было скачать ее? — Да, конечно. — Ну, видишь, Amazon же будет просто внедрять ее на своих образах, да, в EC2-инстансах. И, соответственно, если они все выпилили там, да, все ненужное, то и потребление оперативной памяти и CPU тоже снизится. Соответственно, они убивают двух зайцев еще, помимо этого. — Ну, слушай, мне кажется, на те же EC2 можно было поставить тот же CoreOS. Не понимаю, в чем проблема. Или там от IBM, по-моему, был еще какой-то проект тоже похожий. И все они, как бы, ну, о них никто не слышит, никто не знает, они, как бы, уходят условно. Все. В никуда. — Ну, интеграция, безусловный плюс. — Ну, вот, мне кажется, да. — Но почему они тогда, тот же самый вопрос, почему интеграцию не могли сделать на CoreOS? — Ну, потому что чужой, чужой проект, ну, как они тут еще пишут, потому что они попытались изучить все эти, скажем так, проекты, вынести так называемые lesson learns. То есть то, что те ошибки, которые совершили остальные, они попытались это убрать в этой операционной системе. Ну, надеюсь, что у них что-то получится. И, ну, было бы, на самом деле, здорово, если бы был бы все-таки независимый продукт, да, то есть не для Амазона исключительно, но потому что там, Саша, ты говоришь, он типа там под Apache 2.0 распространяется, да, можно там хоть бери, ставь себе на Raspberry Pi, но я почти уверен на 99% о том, что ни GCP, ни Azure не возьмут себе эту операционную систему в качестве, ну, условно, да, там, развертывания того же, не знаю, кубернетис сервиса внутри их, да, там, AKS или GKE, они не будут этого брать. Будут своею запретать? Будут свою использовать, да, ну, как бы свою какую-то конфигурацию, настройку и так далее. Ну, и, например, когда был CoreOS, да, то есть какое-то что-то независимое или там совсем, ну, типа, open source, то была какая-то надежда относительно того, что оно может быть, ну, условно, везде. И ты, например, в том же GKE, когда ты выбираешь, там сейчас, по-моему, дефолтовое. Раньше, кстати, можно было CoreOS выбирать, а у месяца 3 или 4 назад они объявили о том, что все, как бы, типа, это ретайрит, ну, типа, если у вас есть такие ноды, которые работают под CoreOS, то, пожалуйста, убедитесь в том, что вы переедете, потому что они больше не будут поддерживаться. И у них, по-моему, контейнер Optimize, операционная система, COS, так называется, стоит. Что-то внутри, если честно, не копал, не смотрел, но понимаешь, что что-то тоже максимально близко вот к этому, возможно, тоже с минимальным функционалом, но, по-моему, там все-таки есть тот же SSH, к нему можно подключиться. Ну, опять же, могу ошибаться, сейчас там нас заклюют в комментариях. Ну, ждем от Microsoft операционную систему, заточенную на запуск виндовых контейнеров. Ну, уже, надеюсь, вот-вот уже скоро. Nano-контейнер. Сервер. Три гигабайта минимально. У меня до тех пор, это травма детства, когда я решил запустить Windows-контейнеры и просто запустить внутри него PowerShell. Помню, находился в офисе, где, ну, достаточно неплохой канал. Это было в одном из подкастов. Да, я понимаю. Но до сих пор это не отпускает. Запускаешь контейнер, он начинает качать, и ты ждешь полчаса, что он скачает больше трех гигов. Это, конечно, была травма на всю жизнь. Так, ну что, есть еще здесь что-нибудь, или идем дальше? Окей, поехали дальше. Следующая тема у нас посвящена регулярным выражениям. Любите ли вы их так, как их люблю я? Ты их любишь? Ну, я их использую достаточно часто, если честно. И ты считаешь это хорошим подходом использования регулярных выражений? Ну, смотря где, можно один и тот же solution заменить на большое количество условий, и false, и false, а можно написать одной короткой строкой с регуляркой. Ты знаешь, когда я только зашел в IT, и я помню свой первый проект. В каком году это было там? Десятый. Когда еще Ленин он так залезал? Девятый-десятый год. И я помню, я зашел на один из первых. Смешно-смешно. Максим пытается сделать из меня какого-то мега старого чувака. Нет, я на перфокартах не программировал, Макс. Так вот, я до сих пор, до сих пор... Болел этот проект? Да, болел этот проект. Горновирусом. Года два, да. Коронавирус. Я помню до сих пор это выражение, один из наших там программистов, достаточно крутых, он сейчас в Канаде живет. Он сказал, что если у тебя есть проблема, и ты думаешь, что ты ее решишь с помощью регулярных выражений, то у тебя теперь есть две проблемы. Проблема, которая была, и проблема написать эту регулярку. И как показывает... Ну, вообще, о чем новость? На самом деле, новость заключается в том, что ребята сделали интересный инструмент по визуализации и по симулятору регулярных выражений. В чем сложность самих... Симулятор регулярных выражений. Ну да. Для тех, кто боится, но очень хочет использовать. Ну, на самом деле, как бы, есть же множество тулов, там, сайтов, когда ты пытаешься, например, научиться программировать на том же питоне, да, и чтобы там понять ту же рекурсию или вообще в целом, как работают там циклы зависимости или еще что-то. Ну, там, степ-бай-степ, да, она тебе показывает, где, какое значение, куда, и так вот переходишь. Я сейчас, ну, как бы, тоже, ну, не то, что прям каждый день использую регулярки. Это понятно. Да. На Ямле пишешь. Да, на Ямле пишу. Программирую на Ямле. Так вот. Сложный алгоритм с ветвелением. Сортировку пузырьком. Какие еще ты помнишь сортировки? Сбил в смысле. Спесь, естественно. Ты сбил в меня с мысли. Давай, продолжай. Какие еще сортировки ты помнишь? Кроме пузырька. Бинарный поиск. На Ямле напишешь? Да. Легко. Легко. Окей, визуализация. Визуализация регулярных выражений. Насколько она может помочь при составлении? Мне кажется, не то, что при составлении, а при, скорее, дебаге и понимании в целом. Потому что, например, когда ты только сталкиваешься с регулярными выражениями, окей, там, какое-то несложно регулярное выражение написать легко. Ну, условно, там, у тебя какие-то цифры, какие-то буквы, потом, возможно, какой-то символ. Это все просто. Да, но когда ты открываешь... А что, есть другие регулярные выражения? Ну, видимо, ты пишешь... Нет, только про такие я говорил не имел в виду. Видимо, ты пишешь просто самые простые регулярные выражения. Зачем писать сложные регулярные выражения? Ну, вот обычно открываешь нормальную регулярку, на нее смотришь и думаешь... Нормально. Что кто-то упал на клавиатуру. Да, примерно так. Это примерно выглядит регулярное выражение, которое позволяет распарсить IPv6 на баше. Вот так вот выглядит эта регулярка, как будто кто-то упал на клавиатуру. Или котики побегают. А вот такая вот штука, очень-очень большая. И ты на нее смотришь и думаешь, это вообще что? Это иероглифы? Это на пирамидах там? Ну, прикинь, вот через, там, не знаю, 500 лет будут доставать, не знаю, раскопки каких-нибудь компьютеров первых ПВМов, да? Достанут оттуда диски, вот считают информацию, найдут там эти регулярки и будут думать, что это зашифрованное послание. На самом деле, ты меня сейчас натолкнул на мысль. Я вспомнил новость о том, что Microsoft, по-моему, в Антарктиде забэкапило весь GitHub, open-source всех проектов. И отправила в Антарктиду, там, для сохранения, если вдруг произойдет что-либо с планетой, там, ядерная война и так далее. И там сидит специальный сотрудник и просматривает все source-коды всех проектов, чтобы потом внедрить в Microsoft где-нибудь. Нет, ну, чтобы сохранить интеллектуальное, скажем так, достояние нашего человечества для тех людей, которые, если вдруг переживут ядерную войну. А кто-то из вас получил Arctic Contributor значок, нет? Забрали в вашу репозиторию туда? У меня забрали. Да? Парочку, да. Ничего себе. Я не знаю, но они, походу, не выбирали там по тому, что Terraform, не Terraform. Просто все брали. Такие, Саша, берем. Да, в Минске выступал, берем. Саша знает Terraform, берем. Terraform пригодится после ядерной войны. Ну, надо же быстро устанавливать облака. На HTL писать-то надо тоже будет. Ты имеешь в виду облака, которые в небе надо будет устанавливать? И эти тоже. И будем их описывать на HTL. Обязательно. И потом ямлим их, провинжение, дополнение сервиса. А Максим, поскольку не знает, ямлим, он не переживет ядерную войну. Он будет менеджером. Буду руководить облаками. Вот Саша хороший привел сайт. Я думаю, что многие, кто тренируется с регулярным выражением, используют Сашу. Какой сайт? Ну, на самом деле, да. Я когда просмотрел эту статью, я немножко ужаснулся, что как-то все очень сложно. Ну, оно очень подробно, и я лично считаю, что вот это вот очень будет полезно. Как раз таки тем, кто использует регулярные выражения в разработке, да. То есть, когда есть большие программы с большими регулярными выражениями, да. Тогда, ну да, это будет полезно. Я лично для своих вот поделок на питоне и на Тераформе, в основном на Тераформе, конечно, использую regexr.com и regexr101.com. Там, в принципе, для всех языков, кроме Тераформа, потому что Тераформа — это не язык программирования, там, собственно, есть возможность просимулировать на разных... А HTL — это язык программирования? Нет, конечно. Я, наверное, хотел бы сказать, что все-таки эта визуализация будет интересна не тем, кто, ну, скажем так, матчур, да, там в регулярках, а для тех, кто пытается все-таки разобраться для... В чужом коде? Да, в особенности. Если есть сложность с прочтением чужого кода регулярных выражений, то эта штука прям, ну, прям может помочь. Если регулярка занимает больше одной строки, то можно ее туда вставить и посмотреть, что она делает. Я думаю, даже если она занимает хотя бы одну строку, то уже... Ну, Катя, все-таки продолжение той истории, что теперь у тебя две проблемы, если ты собираешься ее решать регулярными выражениями, при просмотре этой штуки. Мне сразу вспомнилась эта история с Cloudflare, когда ребята 2 июля 2019 года, уже больше года прошло, написали немножко неправильное регулярное выражение. Ну, и, мягко скажем, это отразилось на их сервисе. Можно сказать, что Cloudflare был недоступен в течение... Я не помню, скольки. Ну, достаточно долго, как я понял. То есть это там не 20 минут, а больше они там... Я перечитал ту историю еще раз, как они там всех поднимали на ноги, бросали все, бежали, вычищали. А проблема эта привела к чему? То, что какие были события? Инженер написал регулярное выражение, которое привело к чрезмерному бэктрекингу. Ну, и, соответственно, повлияло на, скажем так, использование ресурсов CPU. В общем, у них все процессоры начали как бы исполнить максимальное количество... точнее, проверка вот этого вот регулярного выражения... Миксы начали. Да. А этих регулярных выражений у них там, по-моему, больше трех тысяч. Что-то, кстати, тоже интересно. Все они, в основном, использовались для Wafa. Если я правильно понял, в App Application Firewall. Вот. И, ну, соответственно, просто в какой-то момент они закоммитили это, запаблишили, и буквально сразу же, практически сразу же у них стало высокое использование этих ресурсов. Как оно ушло в продакшн? Почему это не отловили до предыдущих моментов? Да, 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 да. Что прикольно, что движок регулярных выражений не имел гарантии сложностей, и средства тестирования регулярных выражений они отключили месяц назад для... ну, или там, больше месяца назад для рефакторинга, потому что что-то там тоже работало не очень корректно. В общем, звезды сошлись. Что прикольно, что я понял, да, как они, ну, когда пытались в том числе это все продебажить, ну, поскольку у них все эти вещи идут через Jira, а доступ к Jira тоже идет через Cloudflare. Думаю, кто скажет, доступ к Jira идет через регулярки. Ну, поскольку через Cloudflare, то тоже через регулярки. Ну, и, соответственно, в свою же Jira они не могли доступиться. И это тоже занято, ну, как бы, скажем так, повлияло на, скажем так, скорость решения это проблем, поиск rootkos. Вот. Ну, и они там тоже пишут, что вот этот бэкдор обхождения, типа, по второму плану, да, то есть то, что мы ищем обход запуска наших внутренних ресурсов, чтобы был не только через Cloudflare, а какими-нибудь другими иными способами у них не было достаточно хорошо отработано. В общем... Перефразируя классика, если в коде есть регулярка, однажды она стрельна. Да. Очень вероятно. И помните, что все-таки, если вы хотите решать проблему с помощью регулярных выражений... У вас должен быть достаточно мощный CPU. Теперь у вас две проблемы. Скажем так, ведущая Diobs Kitchen Talks не сильно не рекомендует увлекаться регулярными выражениями. Ну, хотя без них никуда. Да, будем честны. Если они больше, чем полустраницы. Если у вас их больше трех тысяч. Как у Cloudflare. Так, ну что, следующая тема уходит в Сашу. В Сашу. Бросаем в Сашу тему с названием «Как в Dropbox перешли с Nginx на Envoy». Саша, что такое вообще Dropbox? Кто-то пользует там еще? Ну, Dropbox, наверное, знают все, кто он. На самом деле, в первую очередь, хочу отметить, что Dropbox использует Terraform. На самом деле, шутка. Нет, я не знаю, что они используют, но Dropbox, это, как все знают, наверное, одна из... По-моему, это одна из самых первых шаринговых систем. Я, честно говоря... По-моему, да, тоже. Не уверен, но да, это вот контент... Наверное, одна из первых самых популярных, я бы так это назвал. Потому что, может быть, до этого и были какие-то там другие, да? Но вот, чтобы ты поставил себе клиента на машину, и у тебя эти файлы были там оффлайн доступные, в случае отключения интернета, синхронизировались. Это все, ну да, наверное, одно из первых таких популярных. Не будут доступны, как бы у тебя в любом случае, без интернета, они же на твоей машине лежат. Так нет, просто... Идея в том, что на тот же Google Drive, он, по-моему, существовал еще до этого, ну, до Dropbox. Ну, я опять же могу ошибаться. Ну, и те же NFS-ы всякие, да, то ты мог скинуть туда свои файлы, и в случае отключения ты бы к ним не доступился. А здесь они сделали, что у тебя есть... Ну, ты можешь поставить на любое количество машин клиент, и твои файлы будут синхронизироваться между всеми одинаково. Ну, по-моему, с Google Drive он был то же самое. Клиента, по-моему, не было. Ну, опять же, я сейчас не буду утверждать. Я, мне кажется... Тебе должно быть виднее, ты же там с 1910-го. Запускал Dropbox, да? Да, да. В 1910-ом. На Atari запускал Dropbox. Саш, какие есть еще... Ну, я знаю, что у тебя был проект. Просто нахера он сейчас нужен? А чем ты сейчас пользуешься? Ну, я вообще хотел, Саша, спросить... Google Drive. 15 гигов бесплатно. Ну, да. Что еще надо? Это у тебя 15 гигов, да? А представь, у тебя компания типа Siemens, где у тебя... Это бесплатно, 15. Да, ну, понятно. А если у тебя компания, где у тебя этих данных терабайт? Nokia. Мне Nokia больше нравится. Окей, Nokia пусть будет хорошо. Или Euroop, например. Я не... Явно тоже чем-то пользуется. Будем рекламировать отечественных производителей. Это не производители вообще-то? Не важно. Не важно, да. В общем, когда у тебя данных много, на самом деле сделать... Иметь систему, которая позволяет а, распределять и управлять файлами, ими шарить друг с другом across locations... Такой R-Sync, да? На стероидах сделать? Ну, да. На больших стероидах, да. Это на самом деле сейчас все еще нужно. То есть, понятное дело, что многие компании используют навороченные CRM, которые в том числе и обладают этим функционалом. Многие используют там всякие системы, типа... Забыл, как называется, честно говоря. Тоже достаточно большая система. Я очень сомневаюсь, что Siemens будет использовать Dropbox. Они не используют... Или Nokia. Они не используют Dropbox. Мы возвращаемся к этому вопросу. Нет, я думаю, что Саша хочет сказать, что большие интерпрайсы... Я просто к тому, что когда у тебя есть корпоративные сети, ты можешь там поднять свой NFS. Мы уже обсуждали их. NFS не будет так хорошо работать, как тот же Dropbox. Ну, пример, да. Есть проблемы достаточно большие. Да, то есть, если... Извините, что перебил. Ну, допустим, есть пример, да. Вот у тебя компания большая, там, ну, не знаю, Nokia, да. У тебя есть магазины, и есть курьер, который поехал куда-нибудь в Финляндию, в леса, телефон кому-то обручать. Ну, условно. Я не буду вдаваться в подробности, но у него есть с собой только телефон. Он приходит к клиенту, а клиент говорит, что я заказывал не это. Ну, условно, да, у них есть какое-то приложение, которое взаимодействует там с серверным аппликейшеном, и что они делают? Они открывают мобильный клиент, заходят, смотрят. То же самое с документами. Бывают ситуации, когда в таких компаниях реально удобно зайти через приложение, через интернет, и посмотреть файлик, который ты там редактировал на компьютере какое-то время. Просто на самом деле у меня был пример. Я работал на проекте, где есть аналогичная система, и она, ну, как бы достаточно популярна, и как раз-таки с Dropbox'ом она там тоже находится. В одно время она ее опережала по Gartner, потом она стала чуть хуже, но, тем не менее, она достаточно еще востребована, потому что, ну, это удобно. То есть большим компаниям это удобно. Кто-то любит Microsoft, использует OneDrive, кто-то любит Google, использует Google Drive, ну, а кто-то не любит никого и хочет там использовать... Кто не любит Drive, использует Box. Да, это тоже сейчас самый популярный сервис. Я, честно говоря, не знаю, кому он принадлежит. Что за сервис? Box. Box Home, да, ящик. Прикольно, я не слышал даже про такое. Ну, он на последнем Gartner, который я нашел. Потому что ты старовер. Да, на квадрате Gartner, который я нашел за 19-й год, это последнее, что, ну, так, условно, в доступе было быстро. Там как раз-таки Box прямо в самом-самом топе. И все вот эти вот ребята типа OneDrive от Microsoft, Google Drive и Dropbox, они все еще крутятся в верхнем правом квадранте и чуть-чуть меняются местами. Я смотрю, что есть еще и Amazon Drive. Я тоже хотел спросить, там, рассказали про каждое облако, да, у каждого облака свой Drive. Где же Amazon? Есть Amazon Drive. Ну, мне, если честно, вот если там, как бы, ну, скажем так, есть компании, которые запрещают внутреннее использование Dropbox и заставляют условно использовать там тот же OneDrive. OneDrive, ну, на мое ощущение, жрет слишком много CPU для того, чтобы просто синхронизировать файлики. Казалось бы, это не такая сложная процедура, с одной стороны, но с другой стороны, когда ты смотришь на использование ресурсов или там, особенно если ты работаешь на ноутбуке и смотришь энергопотребление этого, то как бы ты начинаешь думать, что, блин, да, да ну нафиг вообще просто выкручить и все. Пока из того, что вот в моем опыте, да, самое экономичное по ресурсам это то, что встроено в саму операционную систему Apple, их не, ну, тут сложно назвать Drive, не Drive, их Cloud, да, который тоже может синхронизировать файлики, вот, и в принципе работает достаточно ресурсо, скажем так, экономично с точки зрения ресурсопотребления и, ну, стабильно, как мне кажется. Но тема была не об этом. Да, вообще тема не об этом. Тема была о том, как ребята в Dropbox переходили с Nginx на Envoy. Давайте начнем вообще с того, что такое Nginx Envoy. Чего вы так на меня смотрите? Я только Terraforms знаю. Ха, все, я понял, да. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. А, ну да, я же думал ты. Ну, Nginx, Proxia, Envoy и Service Mesh. Нет? Нет, Максим. Ты у нас красивый, не забывай. Это главное. Это главное. Это делает половину успеха шоу. Учитывая, что слышат только твой голос. Да. Если бы еще видели, то была бы вторая половина. Надо переходить на видеоформат. И потерять половину слушателей. Можно же выпускать так и так. Ладно, в общем, Nginx, да, действительно, это, ну, я бы сказал бы, это больше, чем, наверное, в App Server. Да, это больше все-таки веб-сервере. Envoy тоже. Это в первую очередь тоже веб-сервер. Ну... Nginx написан на C, Envoy написан на плюсах. что он больше веб-сервер. Обычно Nginx ставится впереди, потом все перенаправляет. Это потому, что он более быстрый. Чем кто? Чем апач. Ну, так чаще его используют для чего? Ну, для реверс-прокси, да, я согласен, для балансировки, потому что он более, скажем так, заточен под эти, этот функционал. Но, в первую очередь, он все-таки, это веб-сервер. Ты можешь поставить, открыть 80-й порт, правильно? Ладно, мы уходим не в туда. За чего ребята решили вообще переходить с Nginx на Envoy? Когда с кем пойдет? Саша. Ну, они хотели использовать Terraform изначально. Все беда из Terraform. Но, не получилось. Ну, ладно. Решили пойти в Envoy. В качестве веб-сервера хотелось под Terraform. Но не разобрались. Вы же сели. Ну, на самом деле, в статье, да, очень интересно рассказано про все это, да, и в основном это были как бы такие достаточно в первую очередь инженерные мысли. То есть, во-первых, морально их приложение, точнее, структура приложения немножко устарела и использовался старый REST API, да, то есть для взаимодействия между сервисами. И они решили использовать GRPC, да, это такой достаточно популярный протокол. Кто расскажет, в чем отличие? Да, я готовился сертифицированный куберный тиск. Я поэтому специально вкинул эту тему, чтобы все было приятно. Да, давайте как бы там немножко сделаем шаг назад. Да, действительно, то, что Саша начал говорить. Шаг в прошлый век. Кстати, NX уже больше десяти лет только он использовался в дропбоксе, и они решили, что как бы пришло относительно время посмотреть на что-то другое. И основной причиной действительно... Америку, но десять лет назад был еще все тот же век, что и сейчас. А ты сегодня просто жжешь. Я же не готовился мне только на юморе и красоте выезжать, остается. Я таки понял. Я бы сказал бы, наверное, основное отличие от gRPC от HTTP и APIs, это, наверное, будет отсылка к нашему докладу опять же в DevOps Минске посмотреть то, как работает протокол HTTP 2.0 и HTTP. Мы увидим по лыкансе... Это так было готовилось? Нет, подожди, ну как бы это одно из основных. контракты подпис... Ну как бы контракты описания того, какие условно у тебя есть. Что ты можешь делать с этим сервисом, да? В случае HTTP API это будет Open API спецификация прописана. В случае gRPC это будет proto и оно может, скажем так, компилироваться под любые языки. Тебе не нужно записать клиент-сервер, у тебя сразу же можно сгенерировать готовый клиент-сервер под этот контракт. То, что приложение дает и то, что ты с этим приложением можешь взаимодействовать. Работает оно, если мы говорим про нагрузку, в случае gRPC то это protobuf. Protobuf на всякий случай напомню, это бинарники. В случае RTP API это JSON. Это большой human readable файл, который ты открываешь и смотришь. Ну то есть если сравнивать по трафику, то это просто колоссальные различия и так далее. Если говорить про какой-то стандартизацию в свое описание, то у gRPC есть достаточно жесткая спецификация, которую необходимо следовать для того, чтобы написать свой API. В случае OpenAPI ты можешь делать что хочешь, как хочешь и только без практики часа и так далее. По стримингу здесь gRPC это клиент, сервер и в двух направлениях. В случае HTTP API то это только клиент и сервер. Ну и поддержка TLS в принципе вроде как одно и то же. Ну все. Ну как бы основной упор и то, что выделяет чаще всего на первое место в отличие от OpenAPI, HTTP OpenAPI это это перформанс. Ну собственно из-за того, что gRPC использует protobuf, а protobuf это бинарный формат. Саш, ты понял? Да. Я тоже сойду за он и расскажу, что понял. Ну почему они как бы чего нет у Nginx и почему они решили вообще идти в Envoy? Потому что у Nginx нет вот этой поддержки HTTP 2 для бэкэндов. Не для фронта, когда клиент приходит, а именно для бэкэндов. Опять же, возвращаясь к докладу Юры Музкова на нашем DevOps Minsk YouTube канале, вы можете посмотреть, как можно улучшить latency. И там в том числе рассказывали про HTTP 2.0, HTTP 3.0 и так далее. Уже вышел HTTP 3.0, а у них до сих пор нет поддержки HTTP 2. В Nginx. У них это в Nginx. Ну, тут еще стоит обратить внимание о том, что Dropbox использовали open-source Nginx, то есть они не использовали коммерческую версию Nginx. Это тоже, мне кажется, может быть важный момент. Денег нет? Я думаю, что просто бы это стоило очень дорого для них. Ну, я думаю, там тоже по количеству использования, а то, как они описывают количество серверов, сколько у них было просто по Nginx, то это как бы тысячи, как я понимаю, да, они как бы не пишут цифру. Они пишут, что после того, как они внедрили Nvoy, у них получилось освободить 60% серверов, которые были заняты только под Nginx. Это вот прирост производительности использования того же JRPC, использования того, что в проксировании JRPC есть мультиплексирование, и не было в Nginx не было поддержки транскодирования JRPC, вот, ну и всего из этого они смогли поднять вот эту производительность. Они еще сравнивают это с Nvoy, чего нет у Nvoy, у Nvoy нету раздачи файлов, и нету кэширования, также нету поддержки сжатия, но исходя из того, что остальные моменты, как бы, ну это просто капля в море. Из интересного того, что они еще производили анализ по перфомансу, и скажем так, если правильно настроить Nginx и выключить все логирование, то производительность Nginx сравнима с Nvoy, но у Nvoy более правильный подход с точки зрения записи логов, и я бы сказал бы трейсинга, когда тебе нужно просмотреть взаимодействие со всеми твоими сервисами, то есть вот этот вот, не знаю, если вы используете какой-нибудь там, в нее релик и так далее, чтобы просмотреть вот зависимость. Nginx позволяет это делать через OpenTracing, но опять же это дополнительная нагрузка и так далее. И из того, что еще я прочитал в этой статье, основная боль с Nginx это была его конфигурация. И судя по всему, ребята, это больше всего напрягало, потому что это требовало прям, ну каких-то дичайших усилий, очень долгий диплоймент, очень долгая сборка, огромное количество каких-то взаимодействий, Python, Lui, Jinja, прям какой-то жесть, трэш и просто кошмар. Там вот эти секции я пропускал, честно. Но это же не Nginx депенденция. Не-не-не-не, это расширение Nginx. Плюс конфиги. Ну то есть они как раз таки описывали, что Jinja, Python у них использовался для шаблонизирования. То есть у них были конфиги, которые очень где-то похожи, где-то нет, но они условно из тысячи серверов на каждом есть какая-то разница, Ну и это все понятное дело задеплоит тысячи серверов, даже если это просто замена одного файла и релоуд как бы сервиса, но это будет долго. А в случае с Envoy, если я опять-таки не ошибаюсь, у меня нету большого опыта работы с Envoy, там есть Control Plane, там есть API, и благодаря этому в принципе вот то, что говорит Витя, тот же логинг включается на лету. И все можно делать достаточно удобно и быстро и из коробки. Control Plane, то, что ты говоришь, это больше выстил, это действительно уже больше включается в сервис Mesh. В Envoy такого Control Plane я, если честно, не знаю. Я знаю о том, что Envoy легко расширяется с помощью так называемой Web Assembly. И его, да, действительно намного значительно легче конфигурировать и менеджить. В этом плане тоже они как бы на это уделяют особое внимание. И когда они говорили про логирование, да, у Envoy нету блокировки, ну, условно, если я не записал лог, то я дальше не обрабатываю запрос. Envoy может условно как бы проигнорировать это и в потоке запустить запись лога и все равно дальше продолжать спроксировать твои все запросы. Это то, как я понял. Control Plane есть его, ну, 1.7, да. но там Envoy используется под капотом. Ну, понятно. То есть, опять же, для того, чтобы делать те же CRPC, все реквесты, да, и Envoy ты через Control Plane действительно настраиваешь, то есть, ну, это именно реализация истюга как сервис мэша. И то, что интересно тоже, вот, на своем текущем предыдущем проекте, да, мы использовали и внедряли APG и APG тоже сейчас, ну, скажем так, полностью приходит на Envoy и на GRPC использовали. все, опять же, по той же причине, протобав, перформанс и жесткие рестрикты по описанию спецификаций и так далее. Все вот эти вот моменты, они, эти, очень классные. Тем, кому интересно посчитать разницу GRPC, HTTP и API, я оставлю ссылочку, кстати, интересно ведущую на Microsoft, мне прям очень понравилась статья, все четко структурировано по полочкам. ребята разложили. Хороший момент перейти на тему с перформансом. Да, согласен, давай. Энтузиасты не сидят на месте и продолжают клепать много-много опенсорсных тулов. И одной из таких новых утилит стал BPYTOP 100. По сути, TOP только написанный на питоне, более разукрашенный. Немножко по-другому. BASH TOP написано на питоне. BPYTOP B это BASH PY Python TOP Был BASH TOP Потом этот же автор решил его, то есть был написан TOP полностью базирующийся на баше. Этот же автор решил, что, ну, что-то как-то медленновато, не так красиво, и решил переписать это на питоне. Ну, я так понимаю, отсюда название B BY TOP Зачем он это делал? PY TOP Мне кажется, вопросы не требующие ответа. Энтузиаст. Консольными мониторинговыми тулами. Насколько вам нужна там красота? Нет, красота всегда нужна. Например, не знаю, как вы. Мышь нужна в консоли. Ну, мышь, ну, ладно, может быть, не знаю, сложно сказать. Но визуализация всегда важна. Я уверен, что многие наши слушатели в том числе там, наверное, я использую это не просто TOP, а H-TOP. Тоже по той причине, что у тебя есть какая-то дополнительная визуализация. В том числе. А кто-то наверняка просто в PROC ищет нужную информацию без всяких TOP. PSAUX Греб. Ну, это извращенцы, наверное, какие-то. Нет, до такого я еще не дошел. Нет, ну, почему? Посмотреть на скриншот, по-моему, очень прикольно достаточно. Выглядит красиво. Но это тебе надо докинуть туда. Ну, понятно, что сейчас питон, наверное, есть в каждом утюге, да? Тем не менее. Тебе надо докинуть питон, тебе надо поставить библиотеки в зависимости. Ну, да? Оно прикольно, оно прикольно, но лучше использовать централизованный монитор. Ну, вот в Боттл-Рокете не будет питона. Ну, слушай, в Боттл-Рокете у тебя не будет, тебе не нужно мерить так перфонс, там у тебя контейнеры, контейнеры нужно уже будет мерить через всю остальную обвязку, про Митилусом тем же, да, и так далее, логи-то как-то отдельно собирать через людей и так далее. не нужно этого. Ну, то, что Саша сказал, да, это скорее нужно, когда, ну, условно, там запустил вертвалочку, ты что-то делаешь, дебажишь, смотришь, или, не знаю, у тебя там домашняя операционная система, это Linux, и вместо хтопа решил поставить бибай топ. Ну, почему? Ну, прикольно. И повесить дополнительный монитор, там транслировать его 24 на 7. Ну, да, да, ну, как бы, ну, выглядит, опять же, да, и функционал выглядит достаточно интересно. Мышка поддерживается, красоты все эти, быстро отзывчивый пользовательский интерфейс, скоро появятся окошки, можно, можно отправлять сигналы, там, типа, кильнуть какой-то, автоматический график масштабирования в сети, там, ну, что, по-моему, достаточно здорово, все выглядит красиво, в целом. А если у тебя есть мышка, скорее всего, у тебя есть что-то другое, более красивое, если у тебя есть мышка, в церкви, ну, да, я согласен. Я согласен, да. Попытался поставить под Mac, через Brue не ставится. Печаль. Это из-за BigSor. Возможно, но сомневаюсь, честно, очень сильно сомневаюсь. Хороший такой политический ответ, возможно, но сомневаюсь. слушай, а, во, инсталляция под Mac OS. Не предусмотрено. Во, 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 install homebrew, if not already installed. А, все-таки, что-то как-то через, все, все, я понял. Тут надо, не просто, надо читать инструкцию. Да, надо читать инструкцию. Нужно действительно поставить зависимости, зависимости. Все, я понял, я понял, в чем я был неправ. Как ты думаешь, как называется пакет в Brue? Bash package. Не-не, я имею в виду название вот этого bpy top. btop? Нет. OS X CPU temp. Ну, очевидно же. Да, я тоже. Ну, как бы, ну, да. CPU temperature. Ну, просто, как бы, когда ты везде это преподносишь, как bpy top, я так в Brue написал install bpy top. Ну, как бы, без задней мысли, да, оказывается, надо читать инструкцию. Так, ну, что, наверное, поехали дальше. А что у нас дальше? GitHub container registry. На самом деле, очень крутой релиз, правда, достаточно поздно, как по мне, потому что в основном конкуренции GitHub'а в GitLab'е это есть уже достаточно давно, по-моему, почти год, если я не ошибаюсь, может, чуть меньше. Но, вот, по мне лично это очень круто, потому что я лично очень-очень, мне нравится GitHub, несмотря на то, что он очень стабилен. Конечно, тебе значок дали. Да, ну, на самом деле, мне просто нравится в нем работать, потому что они, ну, Microsoft, естественно, GitHub все больше и больше модернизируется к такому единому месту для ведения проектов. То есть, там есть тикетная система, борды есть, все это интегрируется с Ишу, с pull request'ами. Есть GitHub Actions, который прям очень крутой. Если кто-то еще не пробовал, попробуйте. Зачем им поддерживать два продукта? Ну, у них есть Azure DevOps и есть GitHub, который постепенно тоже начинает превращаться в какой-то полноценный CICD tool. Ну, Azure DevOps это все-таки Azure, да, то есть, если у тебя нет подписки, скорее всего, ты его используешь. Не, не специалист, как бы, но без подписки Azure, ну, ты не сможешь сделать, а там все из коробки, то есть, тебе не надо никаких регистраций, SMS и кредитных карточек, ты просто заходишь, делаешь себе workflow и все работает. Ну, он как бы под капотом, он в принципе работает на Docker Images, который кто-то поставляет и как бы шанс, что это будет работать, ну, так себе, да, то есть, это кто-то тестирует, конечно, и ты должен использовать только то, что много скачивается, но фактически есть шанс, что оно работает не так, как написано или не так, как ты ожидаешь, но как бы путем подбора под все случаи можно найти подходящий экшен, все это скомпоновать в отличный workflow, и благодаря интеграции с GitHub'ом это позволяет делать прям полный CICD из коробки, а еще привезли туда registry, то есть мы собираем имидж, сразу его складываем, релизимся, и плюс к тому, учитывая новость Docker Hub'а какое-то время назад, меньше месяца назад, если не ошибаюсь, они же анонсировали, что для публичных репозиториев вводится троттлинг определенный, ну, или вообще закрывают доступ, наверное, когда достигаются какие-то лимиты по скачиванию, и многие задумались, а что же делать, потому что... Ну, видимо, Microsoft тоже задумался, решил, на этой волне, как мы сейчас свой откроем. Да-да-да, то есть они, возможно, как бы под это и в том числе и целились, но, опять-таки, если открыть Docker Hub, ну, каждый второй, а то и каждый первый Docker образ, который там опубликован, есть ссылочка на GitHub, где этот Docker файл лежит, поэтому достаточно неудивительно, что в GitHub это нужно. Вопрос, не пострадает ли доступность GitHub от этого. Ну, все начнут скачивать, все образы начнут их выкладывать туда, и чем больше в миксер накидывать ингредиентов, тем больше он будет шуметь, как правило. Интересно будет, совместят ли они его еще с ажуровским режистером. Не знаю, я, честно говоря, с ажуровым прям вообще не знаю. И будет у тебя лежать проект в GitHub, а Docker имиджи будут доступны в Ажуре. Я бы, наверное, в основной момент сделал бы отличие от остальных, вот, что мне, ну, скажем так, зацепило взглядом. Я уже не помню, как там точно в АКС, в Azure Containers Registry, ACR, здесь они говорят о том, что у них более гранулярные пермишены для пакетов. То есть можно установить уровень доступа к, ну, условно там, всей организации, да, к конкретному репозиторию, ну, и чуть ли не вплоть до того, что ты можешь выдавать доступ к конкретному имиджу. Ну, да, это, наверное, must-have. А в других этого нет? Ну, в Google Container Registry такого точно нет. В Амазоне, пожалуйста, у тебя есть политики на самом регистре, которые ты можешь очень гибко нарезать и вперед. Ну, я думаю, что такой рбак, он в принципе нужен во всем. Сегодня все больше и больше делают с упорной security на безопасность, потому что многих, кого ломают и заламывают, поэтому... Не, ну, тут в целом, да, я согласен. Поэтому ставьте операционку от AWS. Я бы еще добавил бы, что, ну, ты говоришь там про миксер, шумит, да, я бы так это не назвал, мне кажется... Выключи свой миксер. Два часа тридцать минут по Минску. Так вот, что я хотел сказать. Действительно, GitHub и GitLab это серьезные друг другу конкуренты, и, ну, не использование такого отдельного container registry, мне кажется, это все-таки проблема. И что интересно, то что у них, ну, как бы, packages, да, есть уже достаточно давно, и вот они при внедрении этого container registry, они говорят о том, что, ребят, давайте-ка вы, если вы хранили свои имиджи в packages, то теперь больше не будете хранить там, давайте вы теперь это все будете отдельно, типа, составлять. Вовремя, не вовремя, ну, слушай, как бы, если у тебя есть какой-то комбайн, который решает проблемы, большинство, ну, большинство проблем там для разработки, был серьезным гэпом, как мне кажется. Не, я думаю, они правильно подсветились, как Саша заметил, что Docker Hub сказал, что, ребята, надо платить деньги, и многие решили, что зачем нам такой Docker Hub, а... И пошли в GitLab. Да. И тот GitHub решил. Нет. Конкуренция просто. Слушай, как бы... Спрос рождает предложение. Да, да, но мне кажется, тоже не все сидят на GitLab, как бы, должно быть распределено, кто-то сидит на GitHub, Enterprise. Ну, вот, используя GitHub Enterprise, зачем что-то ставить еще, да, тот же GFrog, например. Ну, как бы, я, например, на самом деле не очень понимаю. Еще платить там кучу денег, баруху за что? Баруха, привет, денег ты не получишь. Ну, как бы, возможно, есть какой-то там прям смысл, возможно, я, действительно, там, на своем уровне не вижу этого, но мне кажется, что... 1910-го, конечно. Ну, да. Но, когда у тебя одна, один инструмент решает практически все, как бы, ну, это здорово, по-моему. Возможно, это, конечно, как с айфоном. Это тебе и телефон, и камера, и доступ в интернет, и, может быть, и видеоредактором, и фоторедактором. И mp3-плеером. Жалко, только не бритываешь. Да. Так, если хороший вибромоторчик, можно засунуть волосы в динамике, и включить вибро, и так... Так, ну что, я бы еще добавил, единственное, что, на самом деле, вот, GitHub же, эта фича, она, как бы, условно-бесплатная, да, то есть, для публичных репозиториев, да, она фритная. Нам вроде сейчас еще в тест... Ну, неважно, но они все равно опубликовали, что для приватных репозиториев в GitHub'е там есть лимиты, и у тебя есть ограничения в 500 мегабайт сторожа и там какого-то количества трафика in-in-out с GitHub Actions. Ну, естественно, в принципе, к твоим контейнерам, поэтому те, кто имеет GitLab, да, или GitHub Enterprise, они, скорее всего, ну, вряд ли задумаются об уходе в этом, потому что все-таки публичных репозиториев в мире намного меньше, чем приватных, потому что, ну, никто не любит делиться, как правило, и большие компании редко, когда что-то выкладывают в Open Source. Ну, тут как бы, как посмотреть, мне кажется, Open Source сейчас стал в какой-то степени моментом рекламы, да, имиджа, я бы так это назвал. Ну, посмотри, как поменялось там Microsoft, мы уже не один раз это обсуждали здесь на подкасте, там, Microsoft какое-то время говорил, что Open Source это раковая опухоль software development, а сейчас они топ-1 контрибьютор в Open Source. Ну, не важно, что они там фигачат, что в основном это Visual Studio Code и очень много документации, но, тем не менее, в то же ядро Linux тоже они контрибьют, конечно, все для ажура интеграции, Самый популярный редактор, наверное, сейчас бесплатный вижу в Sudekod. Ну, да, да, как бы, я думаю, спорить нет смысла. Для Yamla вообще очень хорошо. Для Yamla и блокнот подойдет. Ну, ты, видимо, на Yamla не писал сразу, чувствуется. Так, ну, что, погнали дальше, наверное. Твою любимую тему задарнем. Мою? Да. А что, что уже мою? Я думал, мы пойдем посмотрим про... Космос? Нет. IT? Нет. Я бы ее убрал. Нет, я начал читать, она какая-то шлаг какой-то. Да, я согласен. Давайте обсудим. Нет, я просто хотел порассказывать, как... Да, никому это не интересно. Как ты их хотел агитировать по университетам. Саш, ты знаешь, как Максим нашел меня? Я сам смотрел твою запись вместе с Павлом. О, видишь? 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 Я про это и хотел сказать. Когда в E-PAM приходил, видел, мотивировался. Ну, потому что, наверное, по запросу E-PAM DevOps. Не-не-не, ну, да, да. В YouTube это единственное, что там... На тот момент, сейчас есть много хороших каналов. Так, подожди, подожди-ка. Сейчас уже мой видос, где я курсы рекламирую появляется, наверное. Да? Я не знаю, не проверял. Сейчас, подожди, давай проверим. E-PAM DevOps. Мы же когда-то искали? Мы с тобой искали, Ты там где-то на задворках в 1910-м странице на той поисках. Ну, что-то сейчас меня даже близко не видно, да, задворки. Даже с Барух и то выше, чем я. А почему Барух к E-PAM? Не знаю, ну, вот я... К DevOps. Ну, на первом месте, кстати, 2.1 суперсила DevOps два года назад, E-PAM Рязань. Потом добавь Минск в поиск. Минск? E-PAM DevOps Минск. На русском Минск? Да. Основатель E-PAM о своей работе, Аркадий Михайлович. Ну, это ладно, это нормально. Ладно. Так вот, история, которую мы хотим пропустить, но... Поставь метку, чтобы вырезали потом. Да, хорошо, поставь метку. Вырезай. Так вот, я что хотел сказать. Когда-то в свое время я тоже ходил по университетам. В общем, идея статьи в ЧАМ заключается в том, чтобы молодому поколению рассказывать, а что же такое в целом IT, IT-профессия и так далее. Мне кажется, кстати, в наше время в Беларуси, конкретно здесь, сегодня и сейчас, тоже может быть достаточно полезно, потому что кто-то лишается работы и, возможно, подталкивает, больше приобретает мотивацию, чтобы сменить свою карьеру, точнее, свою профессиональную деятельность на IT. Я бы пока подождал. Перед тем, как ходить и рассказывать, что такое IT, пару месяцев бы подождал. Не, ну подожди, зачем теперь сейчас ходить? Сейчас ходить как бы во время коронавируса вообще не надо, да, и поэтому, на самом деле, в этом году я никуда не ходил, но похожие эмоции и ощущения я испытывал, когда вот... Куда ты ходил в последний раз? В прошлом году. Каждый год ходишь? Ну да. Ну, ходил. Я ходил почти во все университеты Минска рассказывать о том, что такое DevOps. Уже без записи, как вы понимаете, да, поэтому, потому что как бы там YouTube-чик бы заполнил с одним и тем же контентом. А как ты в лингвистическом или в педагогическом рассказывал, что такое DevOps? Вот там туда не ходил, но сейчас бы я бы с удовольствием сходил бы, конечно. Эти, крайне мере, лингвистические университеты вызывают уважение. Я ходил в БНТУ, БГУИР, БГУ, ТЕХНОЛОЖКУ. Вот, наверное, вот в эти четыре я ходил. Ну, это не все, да. Я ходил почти все университеты Минска. Технические университеты Минска. Давай сделаем поправочку. В колледжи не ходил? В колледжи не ходил. Упущение. Упущение, да. А в академии? Связи, например. Какой вывод я сделал, да, когда я ходил? Мне кажется, во-первых, университеты в виде БГУИРа. Какой был самый популярный вопрос? Что такое девопс? Не, я думаю, сколько платит. Ну, да, я думаю, что это был самый основной вопрос. По этой причине я в свою презентацию добавил, скажем так, скриншот девбая о средней зарплате, чтобы закрыть этот вопрос, ну, и как бы там не разглашать все о том, сколько я там якобы зарабатываю и так далее. Ну, чтобы просто была какая-то аналитика с точки зрения. Ты на транспорте приезжал или на машине? Еще на своем старом добром пассатике. С маком или без? С маком. Думаешь, добавляет это на антуражу? На дизельном пассатике? На дизельном пассатике? С расширенным баком. Нет. На гродницких номерах, да? Нет. Там еще какие-то номера старые, красные. Красно-белые? Красно-белые. Правильные номера. Так вот, что я хотел сказать, что на самом деле, если, ну, окей, давайте там по-другому очень скажу. Первый вывод, БГУ и ИР и БГУ это те университеты, которые, ну, мягко скажем, наверное, уже, мягче не получится, зажрались. В таком смысле, в том, что очень много IT-компаний приходят туда, да, и ищут каких-то звезд, ищут талантливых ребят. И когда приходишь рассказывать про Дивопс, то, что я увидел в этих университетах, это то, что им это, ну, скажем так, мягко не интересно. Пришел, условно, там 20-й Витя, который о чем-то там рассказывает, они на 100% все уверены, что у них есть уже офферы на руках, ну, условно, да, они вообще не парятся об этом. С другой стороны, когда я приходил в тот же БНТУ, не на самые популярные факультеты, то есть это не на фитер, там больше на маршфак, например, с того факультета, с которого я, например, сам, или же, когда мы приходили в технологку, вообще, то там интерес более высокий, почему? Потому что меньше приходят тех же компаний, вот, и, ну, это опять же рынок, потому что приходят, разбалывают, да, берут самых там, ну, условно, не самых звезд, но при этом там все приходят, приходят и думают, что только там эти звезды есть, вот. Есть ребята достаточно толковые стих на ложки, и, кстати, то, что из интересного, потом получал фидбэки от ребят, которые сейчас уже работают випами, я думаю, что может из них даже нас слушают сейчас, то, что они пошли именно в диопс, потому что, ну, типа, я их замотивировал, вот прям, вот так вот. В общем, наверное, посыл такой о том, что приятно иногда все-таки сходить, молодежь попробовать замотивировать, приятно побывать в тех местах, особенно где ты учился, почувствовать эти стены, это прикольно было. Ну, на самом деле ничего не поменялось. С 910-го. С 910-го, да. Ну, только ребята немножко шутят, я закончил в 2009 году университет, в 2010-м я закончил магистратуру в том же университете. Косил? Общага больше. Вот. Ну, вообще, когда я поступал, я был таким наивным мальчиком, я мечтал, что я закончу магистратуру, буду таким всем умным, красивым, молодцом. А стал каким-то несчастным вопсом. Ну, потом я просто посидел, посчитал, сколько зарабатывает там, словно аспирант, после аспирантуры, и понял, что это не то, чем я хотел бы заниматься. Резко так понял. Да. Практически мгновенно пришло сознание. Не такой уже наивный был. Есть немножко доля объективности в разуме. Вот. В общем, если вы нас слушаете, и до сих пор еще остались с нами, и вы пришли в мир девопса благодаря, скажем так, каким-то мотивационным речам, пишите в комментариях, будет очень приятно. Девопс в каждый дом. Нет, я ходил и говорил примерно другой девиз, типа девопс в каждый проект. Ну, почти. А потом создал дом комьюнити, и теперь девопс в каждый дом. Теперь домашний девопс у нас. Представляю, Витя стучит в дверь и говорит, здравствуйте, вы верите, что девопс это не человек? Да-да-да, примерно так и было. Девушка, вашей маме девопс не нужен. Ой, да. Ну, что, прошли тему, которую Максим вырежет. Я поставил отметку. Идем дальше. Саша. Мы можем тебя называть как угодно, на самом деле. Следующую тему, я так понимаю, мы тоже пропускаем и идем к кубернатису. Да. Мифы кубернатиса. Кубернатис в продакшене и в разработке четыре мифа. Кубернатис не существует. Кубернатис не существует. А что существует? Борг. Борг. Только, наверное, не к. Борг. Г, да-да. Почти как Борн. Мне больше нравится назвать Борн. Борн? Да. Ну, да. Потому что, когда говоришь больше Борг, то, вспоминая нашу библиотеку, самый большой диско-шар Европы, там каждый вечер крутят рекламу Борга. Угу. Неплохо. Да. Какие мифы ребята рассматривают? Ну, первый миф, первый это производительность, нагрузка, больше связанная, ну, я бы, наверное, сказал бы примерно следующим образом, о том, что... Но вообще статья о том, что то, что оно работает в тестовой среде, не говорит о том, что оно точно так же будет себя вести в продакшен среде. Тут я бы сразу начал накидывать бы вопросы. Что это значит? Про что он как это говорит? Если мы говорим про продакшен среду, которая интегрирована с множеством другими системами, то это как бы немножко разный уровень. Если мы говорим о том, что тестовая среда, якобы ты запустил мини-куб у себя там на локале, пытаешься его масштабировать, ну, блин, камон, ребят, ну о чем вы говорите? А если мы говорим про стандартные какие-то сервисы в виде там деплоймента, да, пода, если у тебя под не поднимается на локале, 99% он не поднимется и в продакшене. Но не факт. Ну, не факт, да, согласен. Встречал мнение. А деле-то, допустим, у тебя есть тестовый кубернетис-кластер и есть продакшен кубернетис-кластер. И? Есть такое? Ну, конечно, почему нет? Я думал, может, namespace-ами просто нарезают. Ну, есть замечательная статья на learncubernetis.com. Она пишется learnk88 по-английски S. Чувак, который делает достаточно хорошую. Сокращение кубернетиса. Что сократили? 8. Кубернетис-8? Ну, в произношении, если правильно произносить, то... Кубернетис. 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 Где там 8? Убери букву K. Эйтис. Убернетис. Ну, ты решишь... Окей, окей, убери первых 20. Мне кажется, там просто 8 букв, и вместо них поставили 8. Нет. Я думал, это был первый вопрос на экзамене по СК. Ты был прав. Признаю. Я ошибся. В чем я был прав? Что 8 это то количество букв между буквой K и S. Отлично. И первый миф то, что производительность и нагрузка между этими двумя средовыми тестами и продакшен сильно отличается. Ее сложно спрогнозировать. Наоборот, наверное, это миф в том, что она одинаковая будет. там, на самом деле, в статье же про что говорится? про то, что как должно быть, как делают и как нужно делать. То есть должно быть, все говорят, Kubernetes, контейнер. Это значит что? Что у тебя одно и то же будет запускаться в разных окружениях так, как ты хочешь. Всегда. Но в реальности люди все это проектируют не совсем правильно. И вот в статье как раз-таки вот про эти мифы говорится, что на самом деле если у тебя есть один environment, там, не продакшен и продакшен, условно, два кластера, один у тебя крутится в Амазоне, второй в он премисе, как это часто бывает. В одном у тебя лотбалансером и ингрессом точнее выступает там лотбалансер Амазона, во втором случае какой-нибудь джинкс и так далее. То есть у тебя разные перформанс-метрики по факту. То есть в любом случае в идеале надо всегда стремиться к тому, чтобы инфраструктура вне проди и в проди была одинаковая. И тут вот как раз-таки в статье очень классно рассказано про то, что можно сделать и то, что нужно делать для того, чтобы это было правда и чего не надо делать, чтобы не разъезжаться. Вот. Поэтому, да, я чуть-чуть поправил, если никто не против. Так что нужно делать? Ну, на самом деле... Писать на Ямле. Да, писать на Ямле достаточно хорошо в визуал-коде и управлять кубернетисом терраформа. Тогда, в принципе, все... Это все шутка, Саша, у нас сегодня сильно облегся терраформом. Так что же надо делать? Ну, на самом деле, там в статье приводятся достаточно базовые вещи, да, в первую очередь всегда иметь возможность сгенерировать тот же профиль нагрузки до продакшена в другой среде, кроме того, что держать среду максимальный знак. То есть, использовать в идеале одинаковую инфраструктуру, чтобы деплоить сервисы. Во-вторых, иметь такое же количество сервисов в идеале, чтобы мочь сгенерировать ту нагрузку, которая есть максимально приближенная к продакшену, либо в общем на сервисы все, либо на отдельные, чтобы получить правильный результат. Потому что, если ты просто сделал два курла в приложении и сказал, что оно работает и двигаешь его дальше, то есть вероятность, что оно не будет так работать в продакшене, когда придет не два пользователя в секунду, а тысяч. Не, ну, подожди, первый миф ты относительно был прав, да, а не то, что говорят, нужно версионировать. Но это как бы глупо считать, что если у тебя есть кубернатис, и ты пытаешься в кубернатис нон-прод и кубернатис-прод сдеплоить два разных контейнера, я имею в виду с точки зрения версии или там времени таймстэмп сборки этого контейнера, и будешь ожидать, что они будут работать одинаково, это как бы ну просто бред. Ну как бы если ты через секунду собрал новый контейнер, неважно, там одна строчка кода поменялась, все, ну как бы она может повлиять на все, что угодно. Это крайне глупо считать, что у тебя будет то же самое. Если ты понимаешь, как ты там вначале сравнил кубернатис в анбремии, кубернатис в не знаю, там в клауде каком-то, да, если ты их поднимаешь, если это сервис, да, там например EKS или там GKE или там AKS, и ты поднимаешь свой, ну руками поднятый кубернатис-кластер, то, ну как бы это тоже будет понятно, что дело, что это будет два разных, скорее всего, кубернатис. Банально, потому что, скорее всего, версии будут отличаться, да, начнем с этого. Если ты поставишь там какой-нибудь 1.19, да, клауд-провайдеры тебе будут предлагать там 1.16, 1.17, начнем с этого. Плюс, чаще всего у них свои кастомные сборки, ты не можешь там взаимодействовать сети CD, я имею в виду изменять какие-то ресурсы свои создавать, тогда это не все там. Очень сложно у тебя будет поставить свой какой-то network-плагин, SINI, да, интерфейс. У них он свой, условно, чаще всего, с публикацией, например, на поды внутри ты у себя это будешь делать совсем по-другому, но если ты сделаешь и там и там поставишь один и тот же кубернатис на одинаковых условных виртуалках, одинаковых виртуалках, да, там ядро одинаковое будет, то есть взял там Ubuntu 20 или там CentOS 8, там и там поставил, одинаковую конфигурацию заэплайл и эта конфигурация у тебя описана кодом, в этом случае это все будет абсолютно одинаковое. Потом, если ты задеплайл один и ту же версию конфигурации своего кубернатиса, под конфигурация имею в виду там у тебя одинаковые деплойменты, одинаковые сервисы, одинаковые PV, PVC-шки, одинаковые секреты, конфигмапы, network policy, все прочее, это все, оно как бы описано в коде, то отличий не будет. Ну, окей, там ты, ты можешь для Node-prod взять, я не знаю, там не 16 ядер и там 64 оператива, да, взять там в разы меньше там 2 ядра 8 оператива условно, да, ну, перформанс будет другой, ну, логично, потому что, как бы у тебя ресурсов не столько много, но говорить о том, что существует некая версия о том, что если ты запускаешь локально, а потом запускаешь там, и она совсем по-другому работает, ну, тут еще, мне кажется, просто глупо об этом тоже говорить, потому что чаще всего, когда запускаешь локально, ты не несешь с собой обвязку всех инструментов в виде логирования того же, мониторинга, тех же лот-балансеров и так далее, поэтому лучше всего, конечно, лучше всего создавать кластер или кластера максимально приближенную друг к другу, лучше все-таки кластера, потому что с namespace, ну, могут быть такие вопросы, когда ты применяешь апдейт на весь кластер, и у тебя не будет возможности условно там применить его частично, банально ты обновляешь кубернетис-кластер, версию самого кубернетиса, то есть ты не сможешь сказать, так, namespace, non-prod работает с 19-м кубернетисом, namespace, prod работает с 17-м, условно, это невозможно просто, вот, и нет, для этого просто нужно создавать несколько кубернетис-кластеров, второй миф это надежность и безопасность, сразу тут такой немножко дисклеймер закинул, ну, или точнее, не то, что дисклеймер, а больше такую новость, ребята, которые делают СК, экзамены или SCAT, в том числе Certified Kubernetes администратор и Certified Kubernetes developer вводят новый экзамен, запускают его в бета, буквально вот на днях появилась об этом новость, будет называться экзамен про security, Certified Kubernetes security, что-то такое, и вот когда я сдавал тот же СК год назад, я задавался вопросом, блин, ребята, где всякие network policy, где больше упор там на security, ну, видно, не просто так я задавался этим вопросом, видно, они действительно это специально убрать, чтобы это сделать в отдельный экзамен и закрывать топик security отдельным экзаменом. И они услышали твои вопросы, такие, Витя правду говорит. Нельзя разговаривать во время экзаменов должна быть полная максимальная тишина, тебе нельзя даже зачитывать таски вслух. Ну, это нормально зачитывать. Не, ну, слушай, когда я читаю что-то, мне проще усваивать какую-то информацию, осознать эту информацию, если я не про себя ее проговариваю, больше слух говорю. Вопросы ты кому эти задавал? Или ты про себя думал? Воздух сотрясал и в чатиках таких, как сейчас, в кухонных разговорах, я бы так это назвал, потому что, ну, с ребятами, которые тоже задавали те же экзамены, да, тот же экзамен, точнее, потом мы как бы задавались вопросом, блин, а где вот эти вот темы, которые, ну, достаточно сложные относительно, даже в какой-то момент более сложные, чем там остальное администрирование того же кубернатиса, потому что, ну, всегда security это такой очень сложный момент, я бы так это назвал бы. Ну, и тут они говорят о том, что мы, надежность, безопасность, ну, слушай, когда ты открываешь кубернатис-классеры, не настраиваешь никаких полисей дополнительных, да, по дефолту он не мега супер-секюрный, у тебя все открыто, namespace между друг другом могут ходить, никаких на труппольсе не настроено, а если ты еще поднимаешь, не знаю, какой-то публичный АКС, например, или GKE, пусть вообще к мастеру доступа из интернета, ну, как бы о чем тут разговаривать, это не миф, а кубернатис, это просто любую систему всегда нужно как бы настраивать согласно, вот как Саша в начале разговора про Linux тот же, да, что есть условно набор рекомендаций, если вы хотите там максимальную сохранность обеспечить, вы должны соответственно сделать, провести определенную работу. Здесь все то же самое, ну, я не понимаю, в чем здесь миф, если честно, то есть, это как бы глупо полагается о том, что у тебя, я поднял кластер, кубернатис кластер, все, у меня везде работает все одинаково, скейлисы везде все одинаково, секьюрити у меня сразу по дефолту стоит мега суперкруто, неважно, какие контейнеры я задеплою, даже если в контейнерах будет root права поставлены, вообще офигенские, вообще все, да, и все будет суперстабильно, и масштабироваться будет прям все мега суперкруто, ну, как бы это, мне кажется, это глупо. Ну и вопрос про root в контейнерах тоже упоминался в этом мифе, потому что, ну, для тебя это очевидно, да, потому что у тебя было какое-то количество проектов, какой-то опыт, который ты уже можешь, ну, ты через него смотришь по умолчанию, а люди, которые, ну, условно услышали про кубернетис, они такие, блин, у нас есть проблемы с безопасностью, с масштабируемостью, с тем, что у нас везде все по-разному, а давайте просто возьмем и все это засунем в кубернетис. И он решит все наши проблемы. Абсолютно верно. И в итоге получается как? Люди это делают, а к ним приходят те же специалисты по интернет-безопасности, говорят им то же самое, только еще больше, потому что кроме операционной системы, им сейчас еще смотрят на уровень кубернетис-кластера, где еще больше конфигурационных элементов, о которых ты сказал раньше. Ну вот это не нужно считать, что существует какая-то серебряная пуля, неважно, это там кубернетис, не кубернетис, хироку, да, я думаю, что многие там слышали, когда хироку только появлялся, тоже все считали, это серебряная пуля, которая решит, пиши только свой код и дальше все будет вообще работать, мега супер круто. Ну да, я знаю, что для небольших сайтов хироку до сих пор популярен, используется, но тем не менее, как бы, тем не менее, да, то есть всегда нужно разбираться в корне, понимать, что, где, чего, и так называемые там снежинки, создавать какую-то конфигурацию руками, а потом ожидать, что ты ее воспроизведешь в другой среде, ну это тоже глупо, инфраструкция, скот-подход, метабл инфраструкция, вот это все, ну как бы кубернетис не решает это, он приносит другие инструменты, типа хелма, ямлика всего, везде и всюду, да, там, не знаю, полисей всяких для создания безопасности и так далее, но это все можно описывать кодом, и действительно, у тебя может быть все абсолютно одинаково, начиная там с, ну не то, что там локальные машины у тебя установлены здесь, но какой-нибудь там, типа QA Environment установлен в клауде, просто в чуть меньшей конфигурации с точки зрения там CPU, Memory и дисков, там, Performance. Интересно, можно ли будет кубернетис запустить на этом новой операционке от Амазона? Worker ноды точно будут, я думаю, можно, да, и сам, я думаю, куб тоже можно будет запустить, ну, ездишь в инструмент, называется Kind, кубернетис в докере, то есть ты полностью кубернетис поднимаешь на локальной машине, у тебя все элементы кубернетиса, они как бы докеренизированы, в том числе и мастером, вся нода, со скедулером, с API, MACD и так далее, контроллер-менеджером, а worker ноды, так вообще там, как бы, проблем нет, я думаю, что да, легко, в целом. Ну, в общем, статья написана, наверное, для тех людей, которые думают, что кубернетис решит все их проблемы, и им не нужно будет запариваться в вопросах безопасности, в вопросах нагрузки, в вопросах скейлинга, которые, в принципе, не применимы не только кубернетису, даже если вы не используете оркестрацию контейнеров, и у вас публикашены не в контейнерах, находятся просто как в веб-приложении, вам нужно сделать все те же самые шаги, что и с кубернетисом. Даже может быть где-то и больше, потому что, ну, опять же, нужно разобраться в системе, это как бы, ну, вот, когда мы идем в облака, да, знаю, я думаю, что многие замечали, что ты открываешь какую-нибудь главную страницу сервиса, и тебе рассказывают, какой офигенный сервис, что он решает все твои проблемы, это маркетинговая информация. Вот за кубернетисом не нужно читать маркетинговую, нужно открывать документацию кубернетиса, там есть класс на раздел таски, и, ну, не все таски проделать, ну, хотя бы пытаться, там, большинство хотел почитать, посмотреть, и только тогда, то есть, нужно узнать саму систему. Если ты не знаешь систему, я бы, там, рекомендовал бы, типа, сдать экзамен, да, потому что он, там, и практически, если ты не, там, десять раз не поднимешь тот же кубернетис, ты его не сможешь сдать этот экзамен, если ты, там, не подеплоишь десятки раз все эти сервисы, диплойменты и прочее, ты тоже не сможешь сдать экзамен, и оно, как бы, тебе все-таки даст вот это вот, ну, и, конечно, продакшен опыт в кубернетисе, но, понятное дело, тут курица или яйцо, то есть, сначала продакшен опыт, или сначала сказать, что, типа, давайте идти в кубернетис, ну, смотреть то, что делают другие, есть, соответственно, большое количество всяких best practices, опять же, крайне рекомендую, вот, мне нравится, как публикуют статьи от компании, господи, флант, у них классно, прямо вот, на хабре обзоры, там, то, что выходят новые, свои какие-то инструменты, свои best practices и так далее, вот, очень рекомендую почитать цикл их статей про кубернетис, ну, и вот этот ресурс, который я уже говорил, learn kubernetes.io, во вкладке blogs, blog, там есть достаточно неплохие статьи, тоже с разными best practices, собранными в одном месте, очень крайне рекомендую, там даже есть, прямо, по-моему, сейчас так вот сходу не нахожу, но точно помню, blast прям ссылка, где у тебя все best practices прописаны, ты идешь так степ-бестеп по ним, там включаются и настройки, и security, и прочее, вот, и там в том числе есть про количество кубернетис-кластеров, сколько их нужно там в твоей, в твоей реальность, условно, под тебя настраивается, ну, кубернетис все разрастается и разрастается и превращается в тулуп, от которого нужен специально отдельный человек, который будет заниматься только кубернетис. Ну, оно так и есть, на самом деле, особенно, если ты собираешься, нашел, нашел ссылку, можно будет потом нашим слушателям скинуть на ютубе, выложить. если ты собираешься использовать кубернетис, особенно там в он-премии или в клауде, но не как сервис, то 100% тебе нужен, ну, хотя бы там 0.25 или 0.5 человека, который будет заниматься исключительно вот этим. 0.25, это только руки. Нет, это значит, что 25% своего времени он тратит только на кубернетис, остальное время, не знаю, там, кофе варит. Ну, вот как раньше было, например, требуется специалист по Active Directory, теперь будет требуется специалист по кубернетис, требуется специалист по Terraform и по YAML. Ну, по YAML он в два направления может идти в принципе сразу. Ну, я так плавно подвел к следующей теме. DevOps, мифический DevOps инженер. Да. Что хотят компании, когда они выкидывают вакансию о DevOps инженере? Мы, как знаем, DevOps инженера не существует в природе. Это какой-то либо еще неродившийся вид, либо уже вымерший подвид системных администраторов. Собственно, люди, словом DevOps, пытаются объединить в одном человеке много-много ролей, не только специалиста, который обслуживает Kubernetes, но и который будет им настраивать все процессы внутри организации, будет знать все тулы. Хорошо, если они эти тулы перечисляют, иногда могут и не перечислять. в статье есть пару выдержек из вакансий, которые находил автор. Может, у кого-нибудь есть интересный опыт на вакансии с нашего рынка? Какие-нибудь описания? да. Ну, есть прям самый прикольный опыт, который был у меня. Была одна позиция, на которую я проходил ради интереса собеседования, да, то есть была позиция senior devops инженера. Ну, вроде все звучало типично для нашего рынка, ну, devops, ну, окей. я прихожу на собеседование, ну, то есть техническое там по скайпу прошло, потом мы побеседовали, меня пригласили на беседу с CTO. Ну, и компания, как бы у них там микс аутсорс продукт, ну, и мне рассказывают, что надо. Можно перебью, извиня, это белорусская компания? Да, да. Все целиком белорусское. Ну, да, да. Просто когда у нас начинают хидовать SEO, CTO, для чисто белорусских компаний нужен улыбку вызывать. Технический директор. Давай так. Мне рассказывают про обязанности. Говорят, ну, вот у нас есть продукт, есть аутсорс, надо будет как бы участвовать в аутсорс продуктах, там делать DevOps. Ну, стандартно строить пайплайны в Jenkins, писать Terraform, там я подходил сразу, и до DTP, ну, стандартно, ничего интересного. Второе, это продукт. У них есть свой продукт, они его развивают, там тоже надо помогать. Делать пайплайны, то же самое. Говорят, ну, есть еще третий пункт. Немного, но чуть-чуть. У нас два офиса, вот они вот тут вот, вот тут вот, и через две улицы. И между ними есть VPN. Катрижи заправлять. И там между ними есть VPN на основе байфлая. Надо, в общем, поддерживать этот VPN, обслуживать машины работников, заправлять принтер и Wi-Fi настраивать на базе теплининг роутеров. Я очень сильно думал идти или не идти, особенно учитывая, что я пять лет, в принципе, занимался в Белоселекоме. Саша, ты меня пугаешь. Я начинаю верить в то, что я тебя действительно встретил на мусорке. Если бы... Мы же не знаем, может, там предложение было очень заманчивое. Не, ну, я шучу, конечно. У меня была такая же реакция, я очень долго смеялся, когда вышел оттуда. Я сдерживался максимально. Знаешь, такой, типа, а что еще? А еще картриджи заправлять? А картриджи какие? Лазерные принтеры или... Матричные. Матричные. Струйные. Струйные, да, вот. Или струйные. А что еще? Провода какие-то такие или такие? А оптика есть? Ксерокс на каждом этаже есть. Там иногда бумага застревает. Ксероксу зовут Сергей, то есть он просто с копиркой обводит документы. И Сергея иногда нужно чинить. Ну, да, это из такого самого-самого интересного. На самом деле я вот тут подписал, какие я вообще видел вакансии и в общую картину они, наверное, очень сильно вливаются. Кроме десятков, наверное, даже сотен вакансий с наименованием DevOps Engineer были, наверное, вот такие, как CICD DevOps Engineer, Infrastructure, Software Engineer. Ну, это, наверное, самое такое. Ну, подожди, давайте как бы будем материалистами. Что такое CICD? Это Build Engineer. Я когда заходил, например, опять же, вспоминая свои старые 910-е годы, как сегодня Максим меня там через каждые 5 минут пытается потроллить, моя позиция, на которую я заходил, она так и называлась Build Engineer. Я реально был ответствен за все еще старые времена, если кто-то вдруг помнит. Нет, CCNet, может, кто-то слышал. Чего нет? CC нет. Вот, очень класснейший инструмент, потрясающий. Не наявленный XML, но тем не менее. И я просто наживался реально Build Engineer. Деплоями ты не занимался? Занимался. Я деплоил вплоть до продакшена. Ну, то есть, ну, я делал все, условно, да, то есть, то, что сейчас там, как бы, мой тайтл назывался в компании Maintenance Engineer на тот момент. Software Maintenance Engineer. То есть, я как бы сам софт не делал, но я помогал в его создании. Вот. Позиция на проекте, как это называлось, как Build Engineer, ну, и я был ответствен за полный выпуск, такой лайфсайкл выпуска всего продукта. То есть, есть команда разработчиков, есть тестировщиков, а я участвую в том, чтобы вот все, что они делают, чтобы это как-то вот шагало, да, то есть, чтобы и Dev Environment, и QA, и тесты запустились, и результаты показались, и статистика, там, вплоть до продакшена, Zero Downtime Deployment, с Blue Green, с мониторингом, с оповещением, и так далее, и так далее. А как тогда оповещения были, куда? А у нас, мы делали систему, ну, как бы, у нас, во-первых, была social media платформа для людей, наш Zero Downtime Deployment заключался в том, что ты системой продолжаешь, можешь пользоваться, но вносить изменения в нее не можешь. На реплику переключались? Да. Ну, как бы, ну, да, слушай, как бы, мы не выключались никогда. То есть, у нас был такой RAW режим, когда клиенты не могут вносить изменения, ну, и мы, естественно, это делали минимально по нагрузке времени, бла-бла-бла, там, ночью для клиентов, вот это все. Оповещения для остальных. Поскольку мы делали платформу, ей пользовались другие, я бы сказал бы, не клиенты, конечно, а кастомеры. и мы как бы высылали нас там под портал отдельно, то есть, по процессу высылали, что типа вот какое-то время мы собираемся там произвести апгрейд системы, возможно, там RAW режим, точнее, точно будет RAW режим, возможно, даунтайм какой-то там в течение, ну, двух часов в это время. Вот такая была нотификация у нас организована. Это был далекий, страшный 2011 год. Ужас какой? Я тогда с колледжа как раз таки выпустился. А я уже делал там диплойменты. У тебя кот сейчас еду сворует. Точняк, сейчас, подожди. Короче, пока тут старички придавались воспоминаниям, я немножко погуглил, открыл первые три вакансии на DevBuy. Ну, первые там вроде более-менее нормальные, но ладно, много текста на английском я пропустил. Читаем вторую вакансию. Проект веб-сервис для продажи авиабилетов и сопутствующих товаров. Приложение большое и долгоиграющее. Это не маленький проект, с которой можно сделать по-быстрому и отдать. Всегда в нем есть, что добавить. Читаем требования. Знание Linux, конфигурирование новых сервисов, настройка портов и так далее. Второе. Любовь к написанию скриптов на Bash. Мы же все знаем, у нас у всех есть любовь к написанию скриптов на Bash. На регулярных выражениях. На регулярных выражениях. Третье. Третье. Знание Docker, Kubernetes, Nginx, Haprox. Ты, Саша, подходишь по паре из этих позиций. Мне кажется, после того, как мы разобрали переход с Nginx на Envoy, ну, тут все троем должны подходить почти. И регулярки, симуляции. Все наши слушатели подойдут. Да, ребят, смело можно плавиться. Требование полгода. Черт. Приветствуется. Минимум полгода нужно слушать DevOps Kitchen Talks. Приветствуется. Опыт администрирования Linux, знания скриптовых языков, Python и Perla. Опыт работы с Kubernetes, то есть до этого он был требованием Kubernetes, потом стал приветствоваться. И последний опыт работы с Jenkins, TeamCity и Bamboo. Смотри, в требованиях знания Kubernetes приветствуется опыт с Kubernetes. Чувствуешь разницу, да? Почитал документацию и разворачивал. Хорошо. Теперь задача для человека, которому требования это Linux, Bash, Docker, Kubernetes, Nginx и Haproxy. Настройка CICD процессов с использованием GitLab, Docker для новых сервисов, улучшение CICD для текущих сервисов и перенос сервисов на Docker и Kubernetes. Со знаниями. Нормально будет человеку с полгода опытом, с приветствующимся опытом работы на Kubernetes. Перейдем во вторую вакансию. Я пропущу описание, потому что там типа нас много, мы крутые, тысяча специалистов, да? Требование один гопыт. Гопыт? Это сокращение гопыт. Ну, мне кажется, это по фрейду немножко напомнит, где ты живешь. на Сурганово. А я подбыл немножко в другом районе. У тебя там много гоптиков? Да, бегают в последнее время много. Ну да, да. Особенно на Сурганово. Да. Итак, минимум один как я сказал? Гопыт. Гопыт. Один гопыт работы инженером DevOps. Знание принципов и основ. Дальше перечисляю. Управление выпусками, управление изменениями, непрерывного развития, непрерывной интеграцией. Точка запятой, почему-то здесь непрерывная доставка. Глубой. Непрерывное развертывание надо добавить. Есть непрерывное развертывание. Все пропустим. Все есть. Глубокие знания систем GitHub и Version Control на уровне администратора Git. На уровне администратора Git? Да. Я не понимаю, вот как бы, сори, ну как бы, что сейчас впрыгиваю. Кто-то в наше время вообще будет ставить свой Git-сервер? Да. Очень много. Серьезно? Если ты занимаешься непрерывным развитием, непрерывной доставкой. Нет, я понимаю, там типа GitHub Enterprise какой-то локально поставить. Ну, GitHub, да, почему нет? Ну, чистый Git, я думаю, что вряд ли. Ну, вот я про то же. А как можно чистый Git-сервер? Я просто вообще не знаю. Можно развернуться? Можно. Можно, конечно. Чистый через консоль, да? Да. Прикольно. Ну, это просто как бы... Надо попробовать. Надо ли это кому-то сейчас? Это не колесико в башпитоне крутить. Давай дальше. Дальше. Умение эффективно и уверенно общаться с членами команды. Умение отстаивать позицию, убеждать и вести переговор. Английский Intermediate Plus. И самое важное требование. Степень бакалавра в области компьютерных наук или смежных областей. Нет, ну, слушай, на самом деле это не так все страшно звучит. То, что я услышал, да, там, как бы... Деплоить... В принципе, это стандартно то, что должен делать девопс. Я случался... Сталкивался с ситуациями, когда от девопс условно инженера, да, мифического вот такого ожидали знания разработки под ML, работы с Big Data, ну, соответственно, это знание там, не знаю, TensorFlow, Python, вот это все. CICD, ну, естественно, ну, это же нужно будет все деплоить. Администрировать базы данных, security настроить, ну, чтобы оно работало. Ну, и, конечно же, это все должно быть в кубернетисе и сразу в нескольких облаках. И это все один человек. И принтер заправить, чтобы распечатать ямлики. Ну, конечно. Гитата нету. Гитата, да. А вдруг недоступен будет? Ну, чтобы перфокартой... Вершин контроля бумаги. Зеленые по тебе плачут. Не только они. Ну, на самом деле, вот, мне кажется, все развивается по спирали, если так разобраться. И в нашей профессии, не только в нашей профессии это происходит, ну, словом, там, в DevOps, то, что пытаются впихнуть там все, что угодно. Мы уже тут обсуждали, там, что должен делать все DevOps. DevOps, в целом, и я там утверждал о том, что... Его не существует. Ну, да. Но если мы говорим там про системного инженера, о том, что мы все больше и больше должны научиться писать код, хорошо писать код, хотя бы, скажем так, достойно знать, ну, там, один язык программирования. Я не говорю про Ямл или HTML. Это все-таки такое больше декларативное. Окей, HTML — это вообще язык разметки, на всякий случай, если кто-то не знает. А Ямл как расшифроваться? А... Там что-то Human Readable тоже, я уже не... Human Readable? Ямл? Ну, да, 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 серьезно сейчас. Ямл, Ямл. Я думал, yet another markup language. Да. Yet another machine language. And markup language. Human Readable Data Serialization Language. А, HTML? Язык разметки, хипертекст, хипертекст, чего-то там. Markup language. Markup language. Соответственно, Ямл и HTML одно и то же. Нет. От Ямл же это же не markup language. У нас такие... Ну, только так расшифровывается. Another. Нет. Открой, пожалуйста, вот на Википедии, посмотри. Ну. Aimed Markup Language. Еще один язык разметки. Расшифруй, как произносится акроним. Yet another markup language. Ну, я читаю статью с Википедии. Сам попросил. Ну, хорошо. Давай мы сравним. Может быть, мой английский, конечно. Позже. Рекурсивный акроним. Я читаю русский вариант. Нет, так вот. На русском варианте написано позже. Рекурсивный акроним. Вот Ямл. Ain't markup language. Ain't. Это второй вариант. Позже. Ну, слушай. Давай будем, во-первых, все-таки к первоисточнику больше относиться, да. Ну, мне кажется, Википедия на английском это ближе. Окей, давай откроем Ямл.org. И там прям таки написано Ямл Ain't Markup Language. Это не Markup Language. Ну, это то же самое, как ты говорил, когда ты заходишь на страницу любого сервиса, тебе рассказывают, насколько он прекрасен и хорош. Так ты зашел на Ямл.org Когда я вижу вот такую штуку, да, я понимаю, что это выглядит как RFC, и я понимаю, что сходу сразу можно вот такому доверять. Это точно не маркетинговая штука-дрюка. Ну, я думаю, что если кто-то читал RFC-шки, поймет, о чем я сейчас говорю. Тут примерно все то же самое, да? Дизайн очень похож, да? Ну, и что такое Ямл? Ямл-то Human-Friendly Data Serialization Standard for All Programming Planages. А Ямл, который шифровывается как не Markup Language. А JSON, как мы говорили, это не Human Readable, это Машин. Это JavaScript. Да, это Машин Readable, как раз таки вот разница. Основная JSON значимая Машин. Да, да, да. Но JSON больше все-таки для JavaScript-а, там, передачи, сериализация, обработка, короче, вот это все, да? Нет, я согласен. Но просто, что JSON читать можно, а Portobuf в вебинарниках, наверное, четко будет послаждее. Так, возвращаясь все-таки к мифическому DevOps-инженеру. Я к чему? К тому, что все должны как бы развивать свой навык программирования, скриптинга. Вот это направление, мне кажется, должно оставаться основным. И компьютер-сайенс, ну, основы, да, компьютер-сайенса тоже очень важны. Все остальное, технологии очень быстро появляются, исчезают. Ну, далеко ходить не надо, да, пять лет назад все говорили во грант, во грант, во грант. Сегодня все говорят кубернатис, кубернатис, кубернатис. Все говорили шеф, сегодня где шеф? Ну, кто-нибудь слышал после времени? На кухне. Да, теперь шеф только на кухне. Не, ну, почему? Он достаточно еще используется и активно. Просто он в клауде не очень ложится на современные паттерны. Да, да, но, окей, нет, я не спорю, я не спорю, что и папит, и шеф, они все еще остаются, когда тебе, во-первых, там у тебя какой-нибудь интерпрайз, когда у тебя жесткие там центры, их множество, тебе нужно конфигурировать, но все больше и больше меняется, да, там переход к клауде. Через пять лет возможно что-то ретрансформируется и полностью будет только контейнер-бейст аппликейшены и нужно будет действительно только YAML писать. Никаких там терраформов уже к черту не надо будет. Ну, я хочу сказать, что я все больше вижу ребят из девелопмента, которые умеют и в облаках крутить штуки и в ICD тоже крутить. И постепенно, я думаю, они начнут выбивать тех, кто не умеет еще и программировать. Да, вполне возможно, ну, потому что в Элью, которую ты создаешь, это в первую очередь, ну, конечно, ты здорово, классно, молодец, если ты можешь сделать некий конструктор, собрать, точнее, этот конструктор из разных кусков, но если твои знания ограничиваются тем, что ты только можешь соединить, но если тебе нужна какая-то прослойка, условно, там что-то подправить, посмотреть, почему оно действительно там не складывается, да, и какие-то минимальные изменения внести, то в твоем в Элью, оно как бы, это как, наверное, сравнивать на текущий момент в мануальных тестировщиках, они есть, да, но их с каждого года становится все меньше и меньше, потому что все больше и больше нужно автоматизации. Ну, они, скорее всего, останутся, потому что тут цена вопроса будет, не всегда имеет смысл автоматизировать все вещи и проще оставить. Нет, я не спорю, но в целом сейчас то, что вот, как бы я вижу, основной тренд такой, нам нужен тестировщик, который вот, ну, действительно, 50% времени будет мануально тестировать, а потом то, что он мануально на это тестировал, сможет перенести в автомейшн. Ну, так всегда было, сначала ты пробуешь руками, а потом ты это автоматизируешь. Не всегда, раньше прям были целые армии тестировщиков, которые просто приходили, тестировали, и ничем другим больше не занимались. Ну, я не в контексте тестировщиков. Ну, окей, ладно. Ну, в общем, я к тому, что писать код действительно нужно. T-shape модель для девопса, к сожалению, чаще всего связано с тем, что ты выделяешь свою вот эту верхнюю палочку более широкой, чем какой-то более узкоспециализированный, более специализированный человек, там, не знаю, с тайтлом, не знаю, DBA, да, которых там тоже в наше время становится все меньше и меньше потребности, потому что ты должен быть теперь дата-сайентистом. Бакалавром, как минимум. Ну, нет, ну, в том плане, что ты должен уметь работать с большими данными, на питончике там описывать, и те же там DBA-щики, сейчас переход в NoSQL, например, где даже сейчас выросло молодое поколение программистов, которых, если скажешь, напиши какой-нибудь сложный там join, вложенный, да, то, ну, не осилят просто. Такая, правда, жизнь. Со временем осилят. Ну, тут статья аж не о том, кто такой DevOps, а кого хотят купить под словом DevOps. Ну, как мы поняли, что это человек, который придет и настроит все процессы, да, человека, который сможет раскрыть картридж принтера и тонер туда засыпать. Попыткой сэкономить, мне кажется, она всегда была, всегда будет те же появления full stack девелоперов, да, нам нужен один девелопер, который будет там и бэкэнд писать, и фронтенд, и на одном уровне, и у него будет, я не знаю, маховик времени, он будет там перемещаться обратно, 8 часов отработал, бэкэнд пописал, вернулся обратно, 8 часов фронтенд пописал, а потом еще раз 8 часов отмотал, и это все еще в кубернате соформил. Витя, не давай рекомендации бизнесу, а то сейчас все начнут искать столько full stack с маховиками. Так сейчас таки и ищут, но уже, уже ищут, просто нету маховика. Раньше уже была такая профессия, только она не девопс называлась, он назывался Nikkei, который чувак, который мог как бы сделать все, как бы и кнопку нажать, и телефон починить. Ну, что значит телефон починить? Спаять плату? Ты же программист. Ты же программист. Вот у меня телефон, у меня тут фотографии пропали. А еще нужно взломать ВК-аккаунт, да? Да. Ты можешь по почте вычислить, откуда человек и прислал. Причем не по электронной, да? Не по электронной, конечно, проблем больше. Не, но по неэлектронной почте проблем меньше. Ты сразу знаешь локацию, приехал, дверь постучала и все. Это сарказм был. Нам пора завести в нашу студию табличку. Там есть специальная кнопка, где... Я понял. Ну, вот я, по своему опыту, вы можете не соглашаться, все больше вижу, вижу, что девопсон начинает превращаться в иникейщик. То есть, это чувак, который... от которого хотят, чтобы он делал все. Ну, в моем понимании мира, да, иникейщик, в первую очередь, это человек, скажем так, с не сильной инженерной составляющей. Если ты говоришь, ну, условно, да, принеси и подай, клавиатуру поменяй, картридж действительно там поменяй, здесь кнопочку нажми и все. Если ты видишь, что в эту сторону все смещается, условно там, открой ажурпортал, нажми на эту кнопочку, здесь там, не знаю, поменяй вот эту штуку и все. Если ты не участвуешь в инжиниринге, ну, то есть, ты не пишешь код, сам не разрабатываешь что-то, не знаю, терраформ код, да, с циклами, с форичами и прочим, вот, Саша улыбается, то понятное дело, как бы, что ты, возможно, превращаешься действительно в инжиниринге. Нет, я больше про того, который идет до обеда провода, тянет, потом настраивает роутеры, потом идет в АДшки пользователей, заводит, а потом еще идет на штемеле сайт пили. Ну, и где ты видишь это в нашем мире такое специализация? Я не про то, что они... Локальный рынок, где там нужно поддерживать один сайтик, ну, условно, там ты нанимаешь в контору, у которой... Я тебе говорю, что один человек совмещает в себе много профессий. Ну, а с другой стороны, да, вот я не знаю, как у вас, но я вот там условно за условный год провел там, ну, не знаю, 30-50 собеседований. И когда ты... Ты провел или ты прошел? Я провел, ну, как интервью. У нас рекордсмен, Максим. Ну, я не сомневаюсь. Я не претеную на лавры чемпиона, я просто хочу рассказать вот свой опыт, потому что я в основном искал людей достаточно на высокие позиции, инженерные. то есть для меня вот как бы senior systems engineer — это человек, который инженерно уже достаточно зрел для того, чтобы самому принимать какие-то решения. И когда ты задаешь вопрос строго, там, не знаю, какой команды посмотреть оперативную память в Linux'е и, там, не знаю, что такое CICD, человек отвечает. Как только начинаются вопросы, так называемые, кейсовые, да, когда надо подумать, предложить, поспорить где-то даже, то люди реально теряются. И вот, на мой взгляд, как бы, таких вот людей, кто, ну, не знаю, вот build-инженер, то, что говорил Витя, да, они сегодня есть, да, ну, они сейчас называются release engineer чаще всего, да, потому что они немножко выше стоят, они интегрируются с разными командами, собирают там версии всех микросервисов соединяют в одно, делают там change log, все это готовят и так далее, то есть, с одной стороны, этим людям достаточно знать, там, не знаю, Jenkins и Git, но с другой стороны, если они будут знать только Jenkins и Git, то у них не будет понимания того, что будет в этом релизе, то есть, они все равно должны смотреть немножко шире. Я лично считаю, что наоборот, вот этот вот горизонтальный рост в плане количества технологий, мне лично вот он нравится, да, то есть, мне нравится разбираться в большем-большем количестве технологий, потому что я чувствую, что эти технологии выборочно смогут помочь решить какую-то отдельную проблему, но в следующий раз проблема будет другая, где эти технологии конкретно для меня будут уже бесполезны, мне надо будет применять другие технологии, поэтому, ну, не знаю, я лично не вижу в этом проблемы и наоборот вот этот вот NoOps, о котором ты, Витя, говорил, да, где по кнопке, то есть он будущее, да, определенно. То есть будет там машинное обучение, будут определенные автоматизации, написанные годами, которые потом обернутся реально в одну кнопку, и мы как класс без разработки уже будем никому не нужны. Ну, по крайней мере. Мне кажется, это реальность. Но вопрос, когда? Потому что до сих пор еще вот, не знаю, как в Америке, в Европе, но вот у нас есть компании, где говорят, что ну мы только планируем автоматизированное тестирование внедрять. Хотя продукт относительно новый. Там приложение, блокчейн и все дела. Ну, тут про автоматизацию тестирования это такая вещь, что ну смотри, если продукт не очень большой и им пользуются там всего два человека, то там протестировать могут те же программисты. Ну, условно ты открыл, посмотрел, там основной функционал работает и все. Такой дипдайв по тестированию это как бы отдельная тема. Иногда проще действительно нанять там тестировщика за 500 долларов в месяц, который тебе там все прокликает каждые там две недели, да, условно там по релизу и так далее. Ну, то, что я тебе сказал, я тебе полностью согласен. Единственный момент, что ты должен прекрасно понимать, что вот это вот... Нужно всегда иметь какой-то баланс T-shape этой модели. Потому что если ты расширяешь свой кругозор, ну, будем так это называть, по количеству технологий, то, ну, как ни крути, то, что ты сейчас не используешь, ну, условно, завтра ты перейдешь, например, работать там с кубернатисом, это будет, не знаю, там, EKS. Terraform там не надо будет. И ты на этом проекте просидишь, ну, условно, там долгое время. Ты откроешь для себя огромный там широкий мир кубернатиса. И, например, ты там проработаешь два года. Во-первых, за два года Terraform выпустит там, возможно, уже первый свой релиз. Поменяется в чейндж-логе, да, там, ну, много каких-то новых функционалов ведут. Ну, окей, Terraform, возможно, это не самый там хороший пример. Давай возьмем с клаудами особенно. Это особенно с клаудами очень классно смотрится. Реально там за два-три года клауды очень сильно развиваются и идут вперед. Если ты, например, перескакиваешь с одного клауда на другой работать и с другим клаудом не работаешь, не смотришь, ну, потому что просто физически не хватает времени, а чтобы успевать, ну, как бы просто почитать новости, это одно, а как бы реально опыт это другое, ну, то, как мы и видели, да, там, знания и опыт это такие разные вещи, то твой, например, Amazon, он будет там, ну, скажем так, основы останутся, какая-то база, но какой-то хороший такой senior engineering level, он будет, ну, скажем так, затухать и затухать. Вот поэтому и нужно какой-то этот баланс находить, да, то есть вот эти шейк-модели, не надо там знать все три облака сразу, при том, что когда мы говорим там про одно облако, что такое знание одного облака? Кто-то приходит, говорит, я знаю C2 instance и все. Ну, я знаю Amazon. А там Amazon 150, там 200 сервисов, и я понимаю, что в, ну, наверное, даже не в одном проекте все сервисы сразу никогда в жизни не потребуются, ну, это будет, я не знаю, какой-то единорог проект. Ну, только в одном проекте. В Amazon? Нет, я думаю, даже там они разбиты на большие, огромные там подпроектики, да, в которые они деливерят эти конкретные сервисы. Ведь даже там есть сервисы, которые делают одно и то же, они грубо говоря с друг другом даже конкурируют. Так, вы видели вообще количество позиций Amazon именно Cloud, Web Services? Вообще, сколько там нужно технических людей? То есть там как раз такие, я не знаю точно, но, скорее всего, сервисы, как ты правильно сказал, разбиты по группам, потому что все это знать нет. Я просто прошел две сертификации Амазона и, ну, типа, работал я, может быть, с 30-40% сервисов, да. То есть я вообще в глаз не видел все, что связано там с Big Data, да, ну, чуть-чуть там Hadoop Cluster, да. Я не знаю ничего про Machine Learning, я ничего не знаю про Work Spaces, которые позволяют сделать удаленный офис, да, по сути, в Амазоне. И все, что связано с OS Assistance, да, то есть все, что у них есть для автоматизации, Internet of Things и так далее, то есть вот вообще не знаю. То есть я знаю, что это есть, я знаю, с чем это можно синтегрировать, и, в принципе, у меня есть ачивка там Solution Architect Professional, то есть я, условно, могу идти консультировать бизнес, хотя я не работал с этими сервисами. Но вопрос, как бы, про клауды очень хороший. Пример, я имею в виду, очень хороший, потому что как раз-таки именно фокус на какой-то клауд, это прям, наверное, очень хороший пример, потому что я вот, например, не готов сегодня начинать учить ажур вообще, потому что я понимаю, что у меня лопнет просто голова, и я начну путаться просто в элементарных вещах, когда буду переключать контекст. Ну вот, да, по остальным технологиям примерно плюс-минус то же самое, даже в том же Terraform, да, и кубернатив, сколько я тебе сказал. Я уверен, что, например, через два года, если ты не будешь работать с Terraform, ты не сможешь писать на таком же уровне качество кода, там, быстрое написание разработки этого кода через два года, если ты его не будешь использовать. Ну, навык, к сожалению, его нужно постоянно поддержать, поэтому я говорю, что этот вот баланс T-shape модели, он должен быть какой-то. И то, что там просят быть мифическим девопсом, который тебе и процессы настроит, и весь стэк технологий будут знать, там, и мониторинг, и секьюрити, и разработку, и все-все-все-все-все-все-все-все. Ну, к сожалению, такого в жизни не бывает. Может, есть такие люди один там на какое-то количество тысяч, но не в большинстве случаев. Как звали героя проекта Phoenix? Как его? Который все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Да, я помню, да, да. Забыл имя. Очень похож. Такого вот единорога. Угу. Которому всегда бегали решать проблемы. Но только если ты, не знаю, там, 30-35 лет в профессии, и ты уже везде все подергал, 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 может быть, так ли у тебя. К сожалению, не смотри. Вот то, что, как я вижу, развивается IT, да, там, за 5 лет. Видите, как раз. Больше 100 лет. Ну, уже 110, судя по максимуму предположения, что я с 910 года занимаюсь девовсом. Киво девопс. Тысяча девятьсотдесятых. Тысяча девятьсотдесятых. Скорость развития, то есть ты реально должен там, ну, минимум 16 часов в день, 8 часов там поработал, еще 8 часов чего-то нового изучать, смотреть, потому что попробовать все в проектах не получится. 35 лет, это значит то, что ты 35 лет встал на Фортране, например, да, сегодня как бы Фортран, ну, я понимаю, что он сегодня, возможно, там востребованный, там, Кабол, да, но 35 лет назад не было там ни Кубернатистов, ничего. Совсем другой Си плюс плюс даже был. Был ли он вообще 35 лет назад? А на этот вопрос предложим ответить нашим слушателям в комментариях. Да ладно, что-то на Википедии посмотрел и все. Я бы предложил слушателям в комментариях написать топ-5 скиллов или там топ-5 скиллов, которыми люди пользуются, находясь на текущей позиции там DevOps System Engineer. Ну, а мы, возможно, в следующий раз попробуем сделать какую-то аналитику, посмотреть, если там комментариев будет много, чтобы, скажем так, выбрать и поделиться это с вами. Также хочу передать огромное спасибо нашим патронам. Их становится больше. У нас уже аж целых два патрона. Одному из них мы в следующий раз разыграем книжку. И, возможно, немножко поменяем условия. Разыграем книжку. Для одного патрона, да. Выберем, что ему подарить. И через две недели, после двухнедельного марафона по Тераформу в нашем канале и чате DevOps Minsko, мы, надеюсь, снова услышим голос Александра, который сможет нам рассказать в деталях, что же такое Тераформ. HCL. Да, и спасибо Саше за то, что пришел, поддержал, рассказал немножко про YAML, прорекламировал Тераформ. Много раз. И на этой замечательной ноте DevOps Kitchen Talks закончили готовить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ